У нас сегодня встреча заключительная по теме «Как маме отдохнуть и восстановить энергию». Мы с вами очень много говорили, что такое ресурсы, откуда они берутся, куда мы теряем, куда наша энергия уходит, где мы ее теряем. И сегодня мы будем говорить конкретно, как уже на практике работать с тем, чтобы очиститься от негатива и восстановить себя, заполнить позитивными эмоциями. Итак, я бы хотела обратить ваше внимание, насколько по-разному мы можем относиться к миру и воспринимать мир. Мы все видим мир по-разному, и знаете, это вот как в сказке «Избушка, повернись ко мне передом, к лесу, задом». И вот то, как мы воспринимаем мир, какой частью он к нам повернут, то есть видим ли мы прекрасную часть или рассматриваем мир как что-то очень ужасное, грязное, порочное и так далее. То есть мы все видим мир по-разному, и одни люди формируют мироощущения, которые делают их счастливыми, а у некоторых людей мировоззрение и мироощущение и мышление делают их несчастными, в общем-то, недовольными жизнью. Поэтому я хотела бы вот сейчас вам в качестве примера показать, просто это знаете, как помните про оптимиста и пессимиста, стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст, в зависимости от того, как мы воспринимаем действительность, так и, соответственно, мы себя и чувствуем. Так вот, я просто взяла описание одного и того же города, описание города Ульцинь, это город Черногории, самый южный город, и вот как человек, побывавший в нем, может его описать. То есть один скажет так, прекрасный город на Адриатике, древняя крепость на высоком утесе, набережная, заросшая соснами, бирюзовое море и белоснежные паруса лодок, качающихся у причала, райское место. То есть кто-то воспринимает это место как что-то очень романтичное, красивое, такое волшебное и так далее. Другой человек, побывав в этом месте, может описать его вот таким образом. Грязный городишко на границе с Албанией, улицы заполнены кричащими людьми, которые курят, пьют вино и бросают бутылки прямо на пляж. Рядом в ресторане свадьба, пьяные гости полят из автомата прямо поверх голов гуляющих. То есть вот это мировоззрение, на самом деле восприятие одного и того же места, оно характерно для разных людей. То есть в зависимости от того, кто на что обращает внимание, кто на что акцентрирует свое внимание, то у нас и фиксируется. Я хотела бы поделиться примерами из моего окружения. У меня есть в окружении разные люди и, например, одна очень близкая, близкий мне человек, когда мы даже между собой говорим, если хочешь, чтобы тебя похвалили или кто-то восхитился, обратись к ней. То есть что бы ей ни показали, куда бы женщина, она старше меня, и она все воспринимает в этом мире восторженно и с благодарностью. Что бы ей ни показали, куда бы она ни сходила или что бы ей как бы подарок вручили, она всегда восторгается и ей все это нравится. Она с такой благодарностью все это воспринимает. То есть действительно человек, это я сейчас говорю реальные примеры из своего окружения. То есть человек, который рад всему, что получает все, что дает мир. Есть еще в моем окружении еще одна девушка, которая видит мир вот так, как вторая, второй вариант. Куда бы она ни поехала, что бы она ни видела, ей все плохо. Я помню еще на заре моей профессиональной деятельности, когда я только-только начинала работать, а я уже с ней была знакома, и у меня еще не было возможности путешествовать, как бы мне хотелось. А она уже достаточно много повидала, посмотрела, и вот из очередной поездки она приезжала, и мы спрашивали, ну как, ну как, ну что там, что там интересного видео. И она всегда говорила, искала какие-то негативные стороны. И автобус душный, и там в очереди на заправках, или в очереди в ресторане, или долго ждали в ресторане. Ну то есть вот какие-то позитивные, хорошие моменты, новые впечатления, новые люди, это почему-то ее вообще никак не цепляло, а вот взгляд и внимание цеплялось за какие-то негативные. Поэтому мы всегда говорили, что вот, ну вот, да, хочешь, чтобы что-то раскритиковали, обратись к этой, чтобы что-то похвалили, обратись к этой. Поэтому очень важно, с каким, с каким отношением мы относимся к миру и воспринимаем, и мы все живем в одном и том же мире, просто то, как мы, то, что мы излучаем и что мы увидим в нем, хорошее или плохое, все это к нам и возвращается. И я сейчас вам хотела показать два видео, очень таких позитивных, два моих, ну, одних из моих любимых видео, это то, как дети умеют радоваться этому миру, и как они воспринимают, то есть даже самые какие-то мелочи могут их порадовать и доставить им удовольствие. Посмотрите, пожалуйста. Значит, один, они очень коротенькие, я их нашла в различных источниках. Вот как смогла сохранить, так вот, ну, в таком виде и посмотрите. И второе видео, это девочки. Я хочу вам показать, что женщина, которая наполнена, которая довольна собой, которая довольна своей жизнью, и не важно, что в этой жизни происходит, могут быть и проблемы, могут быть разные ситуации, но женщина в принятии и женщина в ресурсном состоянии, она будет чувствовать себя именно вот так. Посмотрите, пожалуйста, вот, может быть, это будет для вас напоминание, как можно относиться к жизни. Ну и я возвращаюсь к нашему материалу. Пожалуйста, пусть для вас вот эти два видео будут ориентиром к тому, что, что бы ни происходило в нашей жизни, можно все равно жить моментом здесь и сейчас, можно наслаждаться жизнью, радоваться жизни, делиться своей энергией и быть абсолютно счастливыми и любящими людьми. Ну, а как к этому прийти, как восстановить себя, как создать свое ресурсное состояние, мы сейчас будем говорить. Итак, я вам рассказывала в прошлый раз про то, что можно помочь себе самостоятельно и наполнять себя, создавать себе ресурсы самостоятельно. Но прежде чем наполнять наш сосуд эмоциональный, нам нужно очистить вот этот, как мы называем, эмоциональный колодец. Нам нужно очистить, прожить, извлечь все вот эти негативные переживания, которые у нас когда-то были, и мы их не прожили. Мы их запихнули вовнутрь, затрамбовали, спрятали и делаем вид, что их и нет. Но, тем не менее, пока они где-то там у нас сидят непрожитые, где-то они фонят, это будет очень сильно отражаться на нашей жизни и влиять на нее. Поэтому мы уже затронули вопрос о том, как прожить вот эти негативные эмоции, но прожить их экологично, так, чтобы не причинить вреда ни себе, ни окружающим. То есть эти эмоции обязательно нужно прожить, но очень экологично. Итак, что это может быть? 40 способов освободиться от негатива. То есть обращаю еще раз ваше внимание, что важно не запрятать, не убежать, не притвориться, что как будто этого нет. Важно признать, что у вас есть боль, у вас есть обида, у вас есть какие-то претензии, гнев, разочарование, злость. То есть нужно это увидеть, то есть надо признаться, что да, я это чувствую и ничего в этом плохого нет, просто это надо прожить и освободиться от этого. Итак, первое это письмо эмоций. Письмо эмоций и письмо прощения я буду чуть позже прям по шагу говорить, но вот здесь вот письмо эмоций, когда хорошо. Если, например, не очень такие глубокие переживания, но просто вот у вас что-то вас мучает, вы мне в прошлый раз писали в чате, у кого такое есть, можете сейчас тоже поделиться, поставьте плюсики. Если, например, чем вы не занимались, вы готовите, вы принимаете душ, не можете заснуть, вышли куда-то, идете в магазин, но у вас постоянно внутренний диалог с каким-то человеком, вы ему либо что-то доказываете, либо с ним как-то ищете какие-то аргументы. То есть постоянно вот это вот какие-то переживания, может быть уже диалог был, а вы додумываете, что бы нужно было ему сказать, либо диалог предстоит, и вы готовите себя, или вообще его не будет, вы просто внутренне проговариваете, что вот вы думаете. То есть если какие-то вот такие эмоции внутри крутятся, крутятся и не дают вам спокойно жить. Если такие есть у вас варианты, поставьте плюсики, вот Ольга пишет минус, отлично, Ольга, раз вы так справляетесь, хорошо, очень здорово. Так вот, в таких ситуациях очень хорошо помогает письмо эмоций. Вы просто садитесь, у меня вот действительно это срабатывало, когда, к примеру, у меня есть какие-то недовольства человеком, да, или ситуации, и я вот все что-то вот пытаюсь это сказать внутри, проговорить. Никогда не бывает веры, отлично, я вас поздравляю, у меня иногда бывает. Я просто сажусь и выписываю все, что я хочу, все вот эти слова, хотя, скорее всего, я эти слова говорить человеку и не буду, раз я их выписала на бумагу. Кстати, наш мозг как работает? То есть если вы это сделали в мыслях, то это вот у меня, кстати, я это отслеживаю так часто. К примеру, я планировала, ну, допустим, там какую-то бытовую мелочь сходить, принести новую, допустим, новый шампунь взять, новый тюбик из полки, там отнести в ванную. И я настолько была намерена это сделать, что вот, то есть у меня в голове это прям намерение, вот что я сейчас пойду и сделаю. И потом, когда я захожу в ванную, смотрю, тюбика нет, но я же помню, что я это сделала. А подхожу к шкафу, тюбик этот там так и стоит. То есть мозг наш работает очень часто, что воспринимает сделанное в мыслях уже сделанное как в реальности. Поэтому, кстати, так хорошо работает визуализация. Когда мы себе представили какую-то конечную цель, что вот у нас есть вот это, это, и мы достигли того-то, того-то, то сигнал в мозг идет, что мы это сделали, что это происходит. Вот Вера пишет, иногда бывает такая. А, иногда бывает, да. Вот, поэтому, если у вас такие бывают вот разговоры или просто по ситуации, это не обязательно к человеку, по ситуации, вы злитесь на какую-то ситуацию, вы чем-то недовольны, да, но в любом случае у вас есть какие-то эмоции, вы их выписываете на бумагу и пишете, 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 пока не отпустят. Вот такая словомешалка, она, кстати, очень хорошо, вы ее так вот избавляетесь, от нее скидываете. Письмо прощения, освобождение от обиды и прощение через письмо мы поговорим чуть позже, в конце всех, когда мы все обсудим, я на нем прям подробно остановлюсь. Еще очень хороший способ освободиться от негативных эмоций, это выговориться, либо психологу, профессионалу, это очень хорошо работает, то есть ваш, этот специалист будет направлять ваш диалог в нужное русло, задавать ему какие-то уточняющие вопросы, либо просто вас слушать. И, кстати, вот этот психотерапевтический эффект, он работает так, что вы просто выговариваетесь, в женщине это очень важно выговориться. Либо у нас в нашем обществе принято, что любимая подруга это личный психотерапевт. И мы часто друг другу высказываем свои горести, беды, проблемы, делимся какими-то сомнениями и так далее, да, то есть выговориться. А женщине это крайне важно, потому что у женщины принятие решений или переживание каких-то чувств или освобождение от чувств происходит через слова. Дальше очень хорошо рисовать свой негатив, то есть сейчас я вам рассказываю, делюсь, каждый берите для себя подходящий способ. То, что для вас работает, что вам поможет облегчить свои эмоции, снять их, снять напряжение. Вы выбираете рисовать свой негатив на бумаге и сжигать. Есть такая арт-терапия, очень работает. Также следующее это плач Ярославный. Ну, можно сесть коллективно, там подружки сели и голосуют. Помните, фильм «Москва слезам не верит», одна сидит, плачет, другая «Ой, Верка, ты такая счастливая», сидит вместе, в голос ревет. И, в общем, все втроем сидели, вот такой был коллективный плач Ярославный. То есть хорошенько прореветься в голос с причитаниями, это можно сделать с подругами, то есть, ну, вот как бы, да, вот так вот собраться на одной волне, как бы на поддержке друг друга. Либо это можно сделать в одиночестве, но именно важно, чтобы это было прореветься, чтобы это было с эмоциями, громко, в голос с крокодиловыми слезами, чтобы это было очень эмоционально. И после такого эмоционального плача происходит ощущение такого, как бы очищение, опустошение, некая усталость такая даже есть. Ну, в общем, работает очень хорошо. Следующий метод – это вариться, как картошка. То есть это не выражать никак, вот ничего не делать физически, не бить посуду, не кричать, не там, не реветь, а просто погрузиться в эту боль и не давить ее, какая я сильная женщина, я встала и пошла, и все, перетерпела, да, а именно погрузиться в эту боль, прочувствовать ее, погрузиться в эмоциональную боль и прожить ее до конца. То есть, как бы картофель в мундире, а женщина сама в себе все это вот проболела. Это тоже, когда человек опускается на самое дно своих эмоций, он потом, знаете, как возрождение феникса, вот обновление после того, как он сгорает. Вот точно так же и здесь, провариться в этой боли до такого, что вот как бы до самого дна дойти, а потом уже можно отталкиваться и подниматься. Боксерская груша, это бить в перчатках, то есть, это выкинуть свой гнев, активно использовать руки, ноги, локти, колени, когда вы бьете какой-то манекен, грушу, ну, то есть, можно подушку, что угодно. Дальше. Активные виды спорта, прям такие, знаете, чтобы аж до изнеможения, чтобы выплеснуть злость при вот физических нагрузках, тоже очень хорошо помогает. То есть, вот сейчас все эти методы, я вам говорю, рассказываю, это экологично, но это очень хорошо помогает избавиться. То есть, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это не обязательно вы берете каждый, да, вы берете тот, который подходит для каждого из вас. Вот у меня здесь есть несколько вариантов, то есть, я сейчас не накапливаю такие глубокие, длительные переживания, но если у меня какой-то стресс накопился, напряжение накопилось, то у меня есть несколько способов, которые я могу сбросить. Пробежка, длительная или активная пробежка под агрессивную музыку. Вообще, агрессивная музыка очень часто помогает вот выплескивать. А качалка, это использовать эмоциональный выплеск на работе в тренажерном зале, то есть, здесь очень тоже прям мощно через тело освободиться через напряжение. Банное полотенце, это свернуть колбасой и свернуть полотенце такой колбасой, жгутом и бить по мягким поверхностям диван, кресло, дверной косяк, можете кричать. Но мы обсуждали с вами до этого правила безопасности, что лучше, чтобы рядом был либо тот человек, который готов к такому выплеску и готов вам помочь в случае чего, либо чтобы вы были в одиночестве. Всегда, конечно, лучше в одиночестве, потому что нет такого смущения, вы выплескиваете искренне и активно. Комната гнева, это выплеснуть все в специальной комнате, где можно все-все-все, что там можно разбить. Кстати, в фильмах очень часто показывают следующий метод, это бить посуду, когда накапливается негатив, во время скандалов бьется посуда в больших количествах. Кто-то из вас на предыдущих вебинарах писал, что свой негатив скидывает, когда рвет бумагу. Не помню, кто это. Ирина, вы, по-моему, писали. Рвать бумагу, газеты, журналы, комкать. Тоже как вариант, да. Я, кстати, для меня лишний повод, например, если мне нужно бумагу выкинуть, вот, ну, что-то я там в документах работаю, какую-то черновую бумагу надо выбросить, то я обязательно порву. Да-да-да, Ирина писала, это я рву бумагу. Я тоже, то есть я могу ее. То есть я такого момента не исключаю. Мне удовольствие почему-то помять, порвать, выбросить. Так прямо эффектно. Жечь старые фотографии, которые напоминают о болезненном прошлом. Это тоже, кстати, в фильмах часто показывается, демонстрируется, да. Жечь старую одежду. Предварительно ее можно разрезать, разорвать на кусочки. Выкинуть хлам из дома. Вот это мой вариант. То есть когда я в таком достаточно подальном состоянии, я начинаю все выбрасывать. Я перебираю шкафы, я избавляюсь от старой одежды, которую не ношу, перебираю шкафы, ящики. То есть вот так вот, если ковыряться, у меня практически ничего лишнего нету, потому что я чуть что сразу все выбрасываю. От чего давно пора избавиться. И вот этот эффект очищения своего пространства, это тоже освобождение от негативного завала. Колоть дрова, как вариант для тех, кто живет в своем доме и умеет это делать. Вот мой вариант попариться в бане с вениками. Это очень хорошее, то есть если это делать регулярно, там раз в неделю, в две. Я знаю, что некоторые женские компании, которые мало того, что собираются компаниями, там меня в такие компании зовут, там 5-10 человек. Здесь совмещают и избавление от негатива через водные процедуры, через веник. И при этом много общения женского, идет уже как бы одновременно и наполнение. То есть вот эти женские походы в баню очень хорошо и очищают, и одновременно наполняют. Ну и соответственно нужен хороший банщик, тут как же близкая подруга не поможет. Конечно поможет. Зло в пол или в землю, это специальная техника для освобождения от злости в одиночестве. То есть, например, я знаю одну из таких методик, когда я обучалась у Андрея Ушко, дыхательным и энергетическим практикам. Там была практика, мы представляли золотой шар, пропускали его мысленно сквозь тело, и он энергетически чистил внутри ему все тело. То есть собирал весь энергетический мусор, и потом я доводила мысленно этот золотой шар, который собирал весь мусор. Мы доводили до пола и представляли, что все уходит, весь мусор, негативная энергия уходит вся в землю, вглубь. И такое вот было энергетическое очищение. То есть есть специальные практики, которые тоже помогают это делать. Зло в паре, это вместе с партнером, который помогает настроиться, разогнаться. Ну, например, что угодно может быть. Даже он просто держит вам грушу, а вы бьете там, да. Или он вам представляет, как вот, допустим, расстановки по Хеллингеру. Человек представлен в образе, что я тот на кого-то злишься и держит грушу, а второй человек все это выкидывает. То есть это такой помощник. Зло в лесу очень хороший вариант. Выехать в лес, выплеснуть все через крик, ломание сухих веток, маты, как угодно. Я знаю одну женщину, которая очень любит ездить в последнем вагоне метро. Ну, если вот в вечернее время, то чаще всего последний вагон метро пустой. И она говорит, это я как в лесу, там же, когда вагон, поезд движется, да, там очень громко и неслышно. И она говорит, во время движения поезда я ору просто, вот, ну, все, что хочу, выплески. Вот человек вот таким образом скидывает свой негатив. Вот, ну, можно это сделать в лесу. Кричать в подушку, бить ее, тоже как вариант, быстрый доступный способ, даже если кто-то рядом. Я вам когда рассказывала, вот, как сохранить отношения в паре, если вы долго находитесь вместе, да, и нет возможности уединиться, то скидывать не на человека свой негатив, а пойти и скинуть там на подушку. Как вариант тоже так рассматривайте, экспериментируйте, кричать барабан, потому что я знаю, что многие женщины настолько загружены своими проблемами и обессилены, что и в них это накапливается негатив. Негатив, а как это выплеснуть, вот, берите варианты себе. Кричать барабан стиральной машины, то есть, вот, прямо, чтобы это так глухо туда уходило. Кричать воду, я этот способ не пробовала, не знаю, как это делается. Прямо в воду пускать рот и туда кричать. Главное, не захлебнуться, чтобы это было безопасно. Если не уверены, как это сделать лучше, тогда не делать. Колотить по воде. Вот это очень хороший вариант. Вообще, вода забирает энергию всегда. Я отсюда хожу, я люблю воду, потому что вода действительно забирает. И в качестве избавления от негативной энергии для меня это либо бассейн, либо это баня, либо это просто хороший душ. И после душа мы всегда чувствуем некое такое освобождение. Вот колотить по воде, на реке, озере, море, ванной тоже хорошо забирает негатив, все уходит в воду. Можно в злости, можно в каких-то эмоциях топать ногами, активно и напряженно выкрикивать причитания. Вот танец сумасшедшего. Это мой вариант. Активно вытанцовывать чувства через резкие хаотичные движения. То есть если я чувствую, что что-то я подзагрузилась, я включаю громко музыку, могу либо такую явно танцевальную, прям такую активную, либо даже что-то такое типа тяжелый рок, тяжелый метал, какую-нибудь такую мощную музыку, я под нее начинаю прям вот как вот душа запросит, как тело захотело. То есть мне не важно, как я это выгляжу, может быть это со стороны просто как беснование какое-то, но тем не менее, когда вот так минут пять попрыгаешь и все вот это вот выходит, прям ощущение такое вот, прям ах, хорошо. Вот это для меня вариант. Танцевально-двигательная терапия. Но работа через телесные практики, вообще работа через тело это очень хорошо. То есть когда мы, вот кстати, тантрические практики работают на очищение души через тело. То есть это телесные практики, которые воздействуют на энергию и на состояние, на душевное состояние человека. Телесно-ориентированная терапия, работа через телесные практики очень хорошо освобождает нашу душу, чистит душу. Вот громко петь, орать песни, это мой вариант. А только в караоке я не пою, я не хочу пугать окружающих. Но я это делаю в машине. То есть я ору так, что на полном ходу у меня это громко музыка практически на всю мощность. И я под эту музыку могу орать. Тоже, знаете, ощущение такого какого-то, ну, кайфа какого-то, когда вот все это уходит. Дыхательные практики помогают освободиться от негатива через техники дыхания. Этими практиками я занималась тоже достаточно долго, много. И, ну, сейчас я не всегда это делаю, даже в последнее время не делаю. Но я точно знаю, если вдруг меня припрет и прижмет, придавит, я точно знаю, какую технику поднять и что сделать, чтобы освободиться, очиститься. Помыть гору посуды. Представляю, что моешь свою душу от грязи и негативных чувств. Кстати, можно не только гору посуды мыть, можно мыть свое тело. Тоже представляю, то есть не просто физически помыть тело, а вы как будто представляете, что с вас сходит весь негатив, да, все эмоции. Сделать генеральную уборку, прибраться дома, помыть полы, окна, выкинуть мусор, это мой вариант. То есть это из серии, да, когда тебе плохо, включай громкую музыку, начинай делать уборку, это мой вариант. То есть я тогда забываюсь, я погружаюсь в какие-то там, ну, начинаю что-то перебирать, там, ну, как бы, в общем-то, забывается весь вот это все плохое, переключаешься на... И причем всегда чистота очищения своего пространства, она чистит и нашу душу, потому что если хаос в месте, где ты живешь, то это хаос и в душе. Поэтому если, да, это вообще классика жанра, Ирина, да, для меня это тоже. Я включаю тогда, если, особенно если я одна, я включаю музыку на полную мощность и тогда просто вот отрываюсь, забываюсь. Вот, тогда же я люблю перебрать шкафы, чего-нибудь выбросить, это очень хорошо помогает. Так вот, если у вас в доме хаос и, да, все вот такое, то имейте в виду, что в вашей жизни тоже будет хаос. Если вы хотите навести порядок в своей жизни, начните со своего пространства. Дальше. Активно танцевать под громкую агрессивную музыку, это я уже сказала. Сходить в парк аттракционов, вот, тоже как вариант, очень хорошо иметь в себе там на будущее, да. То есть, если вы хотите прокричаться, но как бы стесняетесь, то если вы садитесь на какие-нибудь аттракционы, то там орать можно, не стесняясь и не задумываясь, там все орут и никто не осудит. Сходить на массаж, это тоже мой вариант, разминание болевых точек, зажимов, дает освобождение. То есть, после массажа, неважно, хожу ли я на массаж лица или на массаж тела, это всегда ощущение какого-то расслабления, освобождения. То есть, это, ну, я прямо для себя это беру как, ну, как часть моей жизни. То есть, это не роскошь, а я прям планирую массаж, чтобы избавляться и через тело работать. Прогуляться на природе тоже мой вариант. Вот сейчас вот я в одиночестве достаточно часто, если устаю и как-то вот тело под, как-то под застряло, как бы, да, и уже чего-то хочется, хочется отвлечься, я просто могу пойти и погулять одна. Потому что вот все, что связано с природой, даже подойти, обнять дерево, это тоже мой вариант. Подойти и просто прижаться, обнять дерево и постоять, вот это вот ощущение, как бы связь с природой, полюбоваться. Вот сейчас вот зацветают деревья фруктовые, это все тоже избавляет от негатива. Трансформировать смех, это тоже мой вариант, я прямо обожаю часто какие-то проблемные ситуации перевести в юмор, и многие эмоции уходят именно через юмор. Вот гость, я так подозреваю, кто это, вот мы с гостем часто можем сквозь слезы и пошутить. Молитва, медитация, освобождение через связь с высшими силами вселенной. Это очень тоже вариант для меня, вот медитации. Я очень люблю медитации, тоже если вот чувствую, то есть я могу это не делать каждый день, но если я чувствую, что я подзагрузилась и надо как-то расслабиться, переключиться, отдохнуть, то я знаю, что мне включить, чего достать и где себя очистить. Так, вот это вот был перечень того, что вы можете, вот когда у вас накапливается, навалилось, да, вам тяжело, и вы прям чувствуете перегруз, и когда вы понимаете, что именно в этом состоянии вы можете сорваться, вы можете накричать, вы можете выплеснуть свои эмоции не экологично, оскорбить кого-то, да, наговорить каких-то лишних слов, вот берите что-то из этого, а лучше всего, вот сейчас я это и практикую, я не накапливаю так, чтобы мне прямо потом был взрыв там очень бешеный, нет, я это делаю по мере, как бы чувствую, что вот уже надо в бассейн, да, там помогает, в баню сходить, прогулка какая-то там, да, танцы, уборка, то есть все, в машине поорать, то есть это все, как бы пар выпустил, и все, можно прекрасно дальше жить. Вот, ну а теперь переходим к очень важному моменту, это прощение. Это самый тяжелый момент, потому что, когда нам говорят, надо простить, надо не держать обиду, да, прощение это нам во благо, мы это делаем для себя, словами это очень хорошо, все легко сказать, но дальше вот этого надо никуда не идет, то есть мы мозгами можем понимать, что надо, но держать обиду много-много лет. Напишите, пожалуйста, плюсики поставьте, если у вас есть обида, неважно на кого, на себя, на своего ребенка, на своего супруга, на своих родителей, на начальника, на подчиненного, на какого-то бывшего друга, если есть какие-то обиды, вы с ними живете, никак от них не избавитесь, не отпустите, ставьте плюсик. Вот я вижу, Ирина, Вера, Вера написала, спасибо за обратную связь. Так вот, на самом деле, это действительно легко сказать, надо прощать, надо отпускать, но оно у нас так тяжело сидит, так глубоко сидит, что от этого избавиться очень сложно. И вот есть, я вам прямо расскажу пошагово вот эту практику, возьмите ее себе, я ее проделывала неоднократно, то есть, когда мне сильно припекало, и прям вот я чувствовала, что не могу избавиться, вот это вот грузом висит, я прорабатывала вот эту методику, и это действительно работает. Если обида очень тяжелая, глубокая, многолетняя, не думайте, что вас с первого раза отпустит. Может не отпустить, но хотя бы начните, дайте себе вот такое, ну, дайте начало этому процессу, положите начало, и потом еще сделайте, еще сделайте, вот 3-4 раза на одного человека, на которого очень жесткая обида, и оно начинает отпускать, и уже про этого человека не думаешь с такой болью, и уже не так тяжело, и уже вот можешь даже, ну, допустим, человеку пожелать добра, да, чтобы у него все было хорошо, и уже и готов общаться с ним спокойно. То есть это проходит, и как бы все это нейтрализуется, все вот весь этот негатив уходит. Поэтому я очень рекомендую, если даже очень тяжело, и кажется, что это невозможно, просто допустите. Главное – хотеть избавиться от этого чувства. Это очень важно, потому что некоторые люди не хотят. У меня очень хорошая знакомая, она на своего бывшего мужа настолько держит зло, что я говорю, ну, его надо простить, она говорит, за что я его буду прощать? То есть она даже не хочет расстаться с этим чувством. Вот она его лелеет, ей почему-то важно его ненавидеть. Хотя это наш груз, тому человеку, может быть, вообще все равно, да, он и знать не знает, а груз наш. Вот, так вот, прощание – это можно рассмотреть как бы с двух сторон. Прощение – это прощение можно рассмотреть с двух сторон. Это прощание, то есть отпустить. Это означает, что я простил и не связываю настоящее будущее со своим прошлым. Я попрощался с этим, с прошлым. И вторая сторона этого процесса – это упрощение, то есть сделать ситуацию проще, упростить. На самом деле прощение одноразово. И если мы говорим, что я тебя прощаю, да, проработали прощение, оно одноразово, то есть, ну, может, в каком плане? Может быть, вы простили человека, да, но избавиться еще от этой боли еще до конца не смогли. И письмо прощения нужно именно для того, чтобы проработать до конца всю нашу боль. Очень многие не готовы прощать, потому что, ну, как, кажется, что я его простил, и все, и как бы ему за это ничего не будет, да, и вот, и что, мы уже теперь друзья? Нет. Простить – это можно простить, но не обязательно с этим человеком дружить или его оправдывать. Можно помнить этот опыт как урок, то есть простить – это означает, вот, кстати, я вам очень рекомендую, я посмотрела неделю назад, посмотрела очень хороший фильм, у меня потряс, до сих пор его помню. Это фильм «Хижина», то есть он такой, там, автор, он теолог, ну, соответственно, в одном лице, теолог и писатель. И вот он «Разговор с Богом» внес в это произведение, и там основной был акцент на прощение, именно прощение. Я вам очень рекомендую, фильм очень мощный, и не придирайтесь, там, как Бог изображен, там, женщина, не женщина, здесь не в этом дело, здесь важно просто понять, что есть что-то божественное, и акт прощения – это очень великий акт. Когда человек прощает что-то кому-то в этом мире, мир становится лучше. Так вот, цитата из этого фильма, простить – это не означает стать приятелями или оправдать этого человека, нет. У того человека, который причинил нам боль, у него будут свои уроки, свой разговор с Богом, но нам важно избавиться от злобы в нашей душе, потому что именно это наш груз, который мешает нам жить и оскверняет и портит наше существование. И если говорить о прощении к родителям, потому что очень часто эта тема касается родителей, то, простив своих родителей, можно получить счастливое детство, да, то есть не вспоминать про детство с обидой, как мне там было плохо, как со мной плохо обращались, а именно через прощение получить счастливое детство. То есть все, что было в детстве, это было, значит, так было нужно. Значит, мне нужно было пройти какие-то уроки, и, ну, такой мой путь. Ну, а теперь конкретно по вот этой методике. Это упражнение для освобождения от эмоционального груза, обид, гнева, вины, ненависти, ну и прочего, прочих шлаков. Итак, что нам нужно будет? Нам нужно будет час-два свободного времени без свидетелей. То есть, если вы в течение дня не можете быть свободны, то делайте это ночью, когда все легли спать. Я это делала по ночам, чтобы точно ни телефон мне не позвонил, ни кто-то там зашел в комнату, да, то есть когда я точно одна, и вот никто не помешает. Потому что сразу предупреждаю, если вы проживаете вот эти эмоции искренне, открыто, качественно, то будьте готовы к тому, что там будет куча слез, соплей, эмоций. Может быть, вы прям будете реветь, писать и реветь. То есть, когда вы по-настоящему погрузились вот в эти переживания, и вы позволили себе все это выплеснуть, это все будет. И не пугайтесь, если у вас будет чувство какого-то опустошения, вот прям как будто какой-то пустоты. Это нормально. Вы все это выплеснули, все это выбросили из своей души. Итак, вам нужно час-два времени, чтобы никто не мешал. Ну, соответственно, бумаги в нормальном количестве, чтобы вам не пришлось прерываться и бежать еще. Платок или салфетки, спички или зажигалка, место для зажигания этого письма, потому что мы это письмо пишем не адресату. Человеку потом вручить какая-то сводч, вот что я тебе думаю. Нет, это письмо в никуда. То есть, мы на него выплескиваем все свои эмоции, и потом его сжигаем. Зажигаем, рвете на мелкие кусочки, либо сжигаете, как удобно. Я зажигала. И очень важно, чтобы у вас была готовность проститься с этими эмоциями, потому что некоторые за них цепляются и держат их в душе. И почему-то им нравится быть в состоянии жертвы, что вот меня обидели, я вот... Ну, это, скорее всего, позволяет вести себя каким-то образом, да, то есть вот мстить, может быть, там, да. Например, жена обижается, злится на бывшего мужа, и из-за того, что она его не простила, и много у нее негатива, она может манипулировать ребенком, не разрешать видеться, оскорблять, там, да. Ну, то есть какие-то вот вещи, вот эти обиды ей позволяют вести себя таким образом. А если человек прощает, то, соответственно, у него уже нет гнева и желания причинить вред. Поэтому здесь важна готовность человека расстаться с этим грузом. Ну, и как это работает? Вот этот путь освобождения от негатива, это не мое. Я сразу говорю к авторству Сергея Хохлов. Это семейный психолог. Я его с удовольствием слушаю, слушаю его аффирмации. Рекомендую, у него очень много на ютубе роликов, посвященных женско-мужским отношениям и состоянию женщины, и как наполниться женщиной. То есть я очень много вещей беру у него. И, например, если я выхожу на прогулку, то аффирмации, которые у меня в ушах во время прогулки, это его. Так вот, его методика, как, ну, это я сейчас вам дам полный вариант, но я скажу, как я уже под себя, я немножко сократила. Значит, первое, это в первую очередь нужно признать чувства. То есть признать, что вы это испытываете, не закрываться, не прятаться от этого. Да, я испытываю злость, да, я испытываю гнев, да, я обижаюсь, да, я ревную, да, я завидую, да, там, я раздражена. Да, то есть мы признаем, что мы это чувствуем. В первую очередь посмотреть честно себе в душу. Потом разрешить себе это чувствовать. То есть увидели в себе и за это себя не ругаете, потому что это нормально, испытывать разные эмоции. И если мы чувствуем сейчас злость, значит, ее надо пережить и выплеснуть. Мы себе позволяем это делать. Соответственно, прожить это эмоционально, а не забивать, не избегать этой боли. Я вам уже говорила, что многие избегают проживания вот этих ситуаций, потому что у меня были клиенты, с которыми я работала по технологии модернизации прошлого опыта. То есть когда мы погружались в прошлые ситуации и перепрограммировали негативные ситуации на позитивные. То есть те негативные эмоции, которые там были, мы их перепрограммировали на позитив. И когда я погружала людей в прошлое, в те ситуации, люди часто сопротивляются. Они не хотят туда вниз идти, в это все погружаться, потому что боятся боли и избегают боли. Многие не говорят о каких-то ситуациях. Особенно это, кстати, касается мужчин. Женщины как-то часто проще. Тем не менее, с женщинами тоже бывает. До какого-то уровня я довожу человека, а дальше он не пускает, дальше слишком больно. И все, упирается всеми ногами. И руками упирается, и дальше не идет. И вот сдвинуть человека бывает. И как только человек разрешает себе, то есть я и слезы, и сопли, и все это видела. И когда человек прожил это, потом идет процесс обновления, восстановления. И тогда уже все хорошо строится. Так вот, прожить эмоционально. Обязательно нужно понять, почему и зачем эта ситуация со мной произошла. То есть вынести некие уроки. Не просто, за что мне это, а почему такое произошло. Чему я должен научиться, что я должен увидеть в этой ситуации. Принять и перестать бороться с этим фактом. То есть не быть в состоянии отрицания, что я этого не хочу, это несправедливо, так не должно быть. Например, многие люди, когда кто-то умирает, почему не могут смириться с этой болью? Потому что, во-первых, не принимают смерть близкого человека. Это понятно, что очень тяжело. Но в первую очередь здесь работает, когда мы теряем близкого человека, здесь работает состояние, как же я буду без тебя. Не как ты там, а как я буду без тебя. То есть у нас даже причитание, на что ты, по что ты меня бросил. То есть я без тебя, как я буду одинока, мне будет плохо, беззащитно, без финансов и так далее. То есть человек обдумает о себе в этот момент. И, соответственно, не принимает вот такие трагические ситуации, может, даже всю жизнь. Принять и перестать бороться с фактом. Простить человека, на который у нас были, к которому были негативные эмоции, себя за то, что я это чувствовал. И ситуацию, если какая-то ситуация. Отпустить с чистым сердцем, благодарить за то хорошее, что я вынес и за уроки. И любить, любить вот как бы все происходящее, любить себя, любить другого человека и через любовь трансформироваться, да, то есть развиваться. Ну а теперь пошел сам процесс. Первый этап. Это, вы можете себе это даже законспектировать. Я вам очень рекомендую, прям вот, вы не просто слушайте меня. Вы, если чувствуете потребность, у вас что-то есть, где-то какие-то затыки, какие-то старые эмоции или свежие эмоции. Вот, или вы сейчас это происходит, либо уже произошло, а вы еще не отпустили. Прям возьмите себе эту методику и попробуйте. Она работает. Я вам ни одного метода не говорю из того, что не применила на себе. Итак, этап первый. Это создание пространства безопасности, то есть где вас никто не потревожит. Второй этап это письмо негативных эмоций. Вы выбираете человека, на которого у вас есть внутренний негатив. Мужа, мама, папа, бывший мужчина, брат, сестра, начальник, дети свои. То есть здесь кто угодно может быть и не стыдитесь, что как же так я к маме испытываю такие негативные чувства. Или как же так я к своему сыну испытываю такие негативные чувства. А раз они у вас есть, значит признайте, что они у вас есть и они никуда не уйдут, если их не проработать. Хуже будет, если вы их не проработаете, будете вот это свое недовольство как-то из-под тяжка, либо это вас будет мучить и голодать изнутри. Гораздо лучше проработать это, выплеснуть все на бумагу, освободиться и восстановить общение и хорошее отношение с этим человеком уже на позитиве. Поэтому не пугайте себя, не стыдите себя. Вот не важно кто это, просто примите. Вот у меня есть такая эмоция к такому-то человеку. Дальше. Вы пишете это письмо. Вы вспоминаете все моменты обиды и боли. Вот если, например, вы пишете на маму свою или на папу, вы прямо не стесняясь, все равно это никто не прочитает, это все равно никто кроме вас не узнает. Это только вы и ваши мысли, ваши эмоции и бумага. Бумага все стерпит. Если мат идет, пишите матом. Оскорбление, пишите оскорбление. Вспоминайте какие-то ситуации из детства. Залезли там, мне было 5 лет, мне было 10 лет. А вот еще, когда мне было 7 лет, вы не купили мне куклу, которую я хотела. А вот когда мне было там 4 года, вы забрали у меня любимую машинку, которой я ни с кем не хотела делиться. Да, ну и так далее, и так далее. То есть, или про мужа. А вот тогда-то ты меня то-то. Вот тогда-то ты забыл и не подарил мне цветы. Ну, в общем, важно то, что вот все, что у вас плывет в голове, вот все, что идет вот этим потоком, вы все выписываете, пишите, пишите. У меня, когда я писала, у меня потом прямо аж рука отвалилась. То есть, у меня там, не знаю, наверное, 6-7 листов, а 4 с двух сторон. Прям, знаете, поперло. Вот. Поэтому я это проделывала. Начинайте писать имя, кому вы обращаетесь, и говорите, я очень обижена и злюсь на тебя за то, что... И все, погнали. Все, вот все, вспоминаете все, что было. Пишем все, что идет потоком, отпускаем эмоции, слезы. Если нас слезы пробивает, значит, плачем. Если какая-то злость прямо что, аж рвать бумагу, пишите эмоционально вот так вот, обида, боль. Ну, в общем, короче, смысл в том, что отпустите все свои эмоции. И вы в какой-то момент почувствуете, что вам больше писать нечего. Что как будто вы все выплеснули, и внутри пустота. Вот, знаете, вот пусто все. Облегчение, такое вот освобождение, пустота. И как будто вы, знаете, как будто вы выплакались и затихли. И вот состояние вот этого вот, как будто вы замерли. И прислушивайтесь к себе в этот момент, и вы почувствуете, что вместо этой боли осталась только пустота. То есть боли нет, просто пусто. Но так как у нас свято место пусто не бывает, надо его быстренько заполнить. Значит, смотрите, мы идем, сжигаем это письмо, возвращаемся туда, где мы, то есть мы должны быстренько от этого письма избавиться. Порвали или сожгли. Возвращаемся в то место, где писали. И наполняете себя через медитацию. То есть вот я сейчас вам даю полный круг, потом я подскажу, как это можно подсократить. То есть я делаю сокращенный вариант. То есть вы можете послушать приятную музыку, помедитировать, принять ванну, то есть чем-то наполниться. Обязательно важно подумать, зачем это со мной произошло. В чем моя ответственность за ситуацию. Не он такая сволочь, козел, меня там обидел, не любил. А для чего мне надо было, какой урок мне надо было вынести из этого, чтобы, что я должна была понять. Ну, например, казалось бы, банально, вот мы с подругой обсуждаем такие ситуации, когда один мужчина так поступил, второй поступил так. И кажется, что они обижают, ведут себя плохо, некрасиво. Но если брать, рассматривать позицию отношений, а что я должна была здесь увидеть, чему я должна была научиться. И мы поняли, что все эти мужчины показывали нелюбовь к себе. То есть ты даже такое терпишь, не любя себя. И поэтому один мужчина показал, ты себя не любишь, поэтому я позволяю, ну, я могу с тобой обращаться вот так плохо. Второй показывает, ты себя не любишь, я могу обращаться с тобой вот так плохо. И, соответственно, когда мы рассматриваем происходящее с позиции моей ответственности, а что я должна увидеть? А, я здесь не проявляю, не чувствую себя достойной любви, да, там, самодостаточной. Значит, мне нужно работать в эту сторону. И вот обязательно нужно понять, в чем моя ответственность, чем я привлекла эту ситуацию. Потому что не все мужики козлы, а я чем-то привлекаю мужчин, которые так себя ведут. Значит, моя нелюбовь к себе привлекает всех тех мужчин, которые мне показывают, над чем работать, да, о чем надо задуматься. И что эта ситуация мне дает? Вот это обязательно надо проанализировать. То есть выходить из позиции жертвы в позицию ответственного человека, ответственного за свою жизнь. Следующий этап – это письмо прощения. Вот тот человек, на который вам причинил боль, обидел вас, когда вы выплескиваете весь этот негатив, вы уже можете, я это почувствовала, когда я выплескивал вот эту боль, сначала все, что я плохо, да, для меня было. А потом я понимаю, что когда взгляд как бы прояснился, и вот этот туман ушел от этой боли, и начинаешь видеть, а что хорошее было, у нас же и хорошее было в отношениях, да, человек же не последний случай. То есть мы, когда через боль, мы видим только плохое, через призму своей боли мы видим только плохие ситуации. Но когда мы их убираем, прорабатываем, то мы понимаем, что вот в этих всех взаимоотношениях были и какие-то положительные моменты, что-то радостное было. И когда мы понимаем, а для чего этот человек пришел в мою жизнь, а что вот благодаря ему я научилась быть такой-то, такой-то и такой-то, то появляется и благодарность этому человеку. Поэтому следующий этап это письмо, вот когда мы прощаем и отпускаем. Я прощаю тебя за, просим прощения, отпускаю тебя за что-то, отпускаем ситуацию, прощаю себя за обязательно, я прощаю себя за слабость, за то, что была недовольна, была не в принятии и так далее. И пишем обязательно слова благодарности, то есть это можно как отдельное письмо, я это просто завершаю словами благодарности и любви. Я благодарю тебя за то, что, я люблю тебя за то, что, спасибо тебе за то и так далее. И последний этап это именно наполняться, вот эту пустоту заполнить какими-то приятными. То есть можно почитать аффирмации, послушать аффирмации, принимая все, что со мной произошло с любовью и благодарностью. Этот опыт является ступенькой для моего развития, сегодня я стала еще счастливее и свободнее. Ну вот это полная такая цепочка, как прорабатываю я, если использую эту методику. Значит, ищу место, время, удобное для этого, да, выписываю все негативное, пишу, например, такой-то человек, имя, я обиженная и злюсь на тебя за то, что пишу, 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 пишу. Чувствую, что я все выплеснула, все у меня внутри пустота, облегчение, пусто, больше вроде как прям такое изнеможение даже есть некое. Сжигаю. Не-не-нет, даже бывает так, что я когда писала письмо, то тут же и когда я поняла, что прошло такое, ну как бы боль ушла, и на место вот этого появилась благодарность, она как-то сама, естественно, появилась, я не стала этому сопротивляться, я тут же в этом письме в конце, я наговорила всего-всего плохого, потом и я тебя благодарю и пишу за что. То есть вот в одном письме соединила и письмо эмоций, и письмо благодарности. Потом я все это уничтожала, сжигала и начинала наполнять себя чем-то приятным, причем это не обязательно там три часа заниматься чем-то приятным, это можно просто сесть музыку тихую, приятную включить, чаю выпить, пойти душ принять, в ванной полежать, ну не знаю, что-то такое, да, в медитации какие-то, аффирмации включить. То есть вот на вот эту пустоту нужно наложить то, чтобы сейчас почувствовать себя расслабленным, спокойно, вот то, чем мы наполняемся, сделать что-то такое, что нас наполняет. Эта методика настолько мощная, и когда мы, ну вот у меня есть подруга, с которой мы все это вместе, да, там, если обсуждаем часто и проделаем это часто, то есть для нас письмо прощения это одна из методик, которая прям мощно работает, если нужно избавиться от негатива. Теперь поговорим еще про практики, которые, ну вот, то есть письмо прощения это когда мы чувствуем очень мощный негатив, вот прямо нам плохо, нас это разъедает изнутри, мы никак простить, отпустить не можем. И вот рекомендую, я уже сказала, вам говорила про фильм Хижина, посмотрите его, пожалуйста, там вы увидите важность прощения, очень важно, то есть можно даже простить, казалось бы, невозможное. И простить это не означает, что вы прям сейчас стали лучшими друзьями с этим человеком, нет, вы просто из своей души сняли вот этот груз боли, злобы, обиды и заполнили чем-то позитивным. Дальше вам скажу про практики, которые, ну, я вот так повседневно могу использовать, ну, например, когда мне что-то мешает сосредоточиться, вот одна какая-то навязчивая мысль, или особенно часто, когда не могу заснуть, мысли крутятся. Это не обязательно какой-то человек, это может быть ситуация, это проблема, это планы на завтра, это какое-то ваше беспокойство. Вот Ирина пишет частенько, еще одна Ирина пишет частенько. То есть если вы ложитесь и ваш мозг не отдыхает, не переключается, не расслабляется, вот Ольга пишет, возьмите себе на вооружение вот эту практику, попробуйте. Вот при первой возможности, когда у вас так будет необходимость, попробуйте. То есть у нас на самом деле мозг однозадачный, у нас в голове не может происходить одновременно, мы думаем про одно, обдумываем и в это же время, то есть череда мыслей, да, но одновременно мы не можем это делать, то есть мы о чем-то одном, потом другое, потом третье. Они могут, конечно, прыгать там, как блохи мысли, но мы можем, так как мозг однозадачный, мы можем заполнить его работой, которая изгоняет, исключает все другие мысли. Значит, можете это потренировать, прям берете, это методику я взяла, я познакомилась с ней, когда обучалась у Андрея Ушкова, вот дыхательным энергетическим практикам. Вот это была одна из его методик, методика, которая очищает голову от мыслей. Сначала можете подставить палец к носу и прямо прочувствовать, сконцентрироваться, проследить вот эти ощущения. Когда вы вдыхаете, у вас за счет вдоха, втягивания воздуха на пальце идет ощущение как бы прохлады. И вот вы медленно вдыхаете воздух, сначала просто палец для контроля, просто почувствуйте. И вдыхаете и медленно проговариваете слова на вдохе. Прохлада мысленно, не вслух, прохлада, чистота, свежесть. На глубоком вдохе. Дальше вы дыхаете и дыхание уже, воздух согрелся в легких, и вы уже выдыхаете теплый воздух. И уже ваш палец будет согреваться. И вы на выдохе медленно выдыхаете и говорите тепло, расслабление, блаженство. Причем слова можете сами себе подобрать, но для меня вот эти подходящие как бы, да, ассоциируются с этим дыханием. Прохлада, чистота, свежесть. Выдох, тепло, расслабление, блаженство. И вот вы когда ляжете спать, и вас будут удаливать какие-то мысли, вы палец не обязательно. Это просто вот как подтверждение вам показало. И вы мозг свой заполняете. И вот это, знаете, по такому же... Кстати, сейчас есть... Как же это? Три, четыре, семь, по-моему, методика. Я в числах, я когда-то ее пробовала для того, чтобы заснуть. Там, значит, делаешь, да-да-она, вот, три, четыре, семь. Пробовала ее, проверяла, но вот это мне тоже нравится. То есть смотрите, здесь важно, когда глубокий вдох и глубокий выдох, это, во-первых, организм расслабляет. И задерживается дыхание, да, потому что мы вдыхаем. И чтобы проговорить эти слова, мы немножко задерживаем дыхание. И потом на глубоком выдохе проговариваем эти слова. То есть у нас нормализуется дыхание, которое близко к спящему режиму. Вот, а когда вот эта методика три, четыре, семь, вы должны на раз, два, три на медленном счете вдохнуть. На счет четыре, раз, два, три, четыре, ну, замереть, не выдыхать. И потом на семь счетов выдыхаете. То есть, опять-таки, принцип вы вдыхаете, замираете и выдыхаете. В общем, вот эти методики направлены на то, чтобы нормализовать ваше дыхание, цикличность вот этого дыхания сделать. И занять ваши, потому что даже когда вы, здесь мы проговариваем слова, тепло, расслабление, там, блаженство, прохлад, чистота. А там мы занимаем наш мозг подсчетами. Там мы внутри считаем. Это вот, кстати, отсюда идет считать баранов, да, перед тем, ну, чтобы заснуть. Вот, а важно здесь идет, как бы, акцент на что? Что мы наш мозг, ну, заставляем его переключиться с тех мыслей, которые нам не нужны, на вот это механическое. А так как здесь думать не о чем, то мозг постепенно, постепенно расслабляется и засыпает. Вот, очень хорошая методика. Так, опять-таки, я повторюсь, что все, что я вам предлагаю, рассказываю, это то, что я конкретно на себе испытала. Дальше у вас, может быть, допустим, когда я очень уставшая. Было такое, что я целый день работала, и у меня был один из вебинаров. Кстати, это, ну, не так давно. И я чувствовала, что вот моя энергия, ну, просто я вот выдохлась. Ну, нет у меня энергии, то есть у меня нет такого, чтобы вот было ощущение бодрости, да, там как-то вот какой-то живости. Ну, такое ощущение, что я как полусонная такая, не знаю, какая-то вобла. И я понимаю, что мне два часа говорить, а жизни в голосе нет, то есть энергии нет. И вот чем мне нравится, вот у меня есть очень хороший ассортимент, арсенал такой средств, которыми, то есть мне не обязательно их использовать каждый день, что я прямо вот каждый день делаю, это нереально. Я как-то помню, что-то вот вошла в ритм медитации всех этих, ну, вот этих практик, и у меня получало, что часа два с утра, часа два днем, часа два-три перед сном вечером, и практически весь день я что-то делаю, дома жить-то когда, домашними делами, там, работой когда заниматься. То есть это как-то столько много я включила, что, ну, я поняла, что столько не надо. Вот как только появляется потребность, я знаю, какие механизмы подключить, чтобы себя восстановить. Так вот методика, про которую говорю, когда у вас, если есть такое, что вот, напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, если у вас такое бывает, что энергии нет, а дел еще полно, и может быть какое-то важное мероприятие, вам надо быстро взбодриться. Есть такое? Ирина пишет, конечно, и на голосе как раз отражается. То есть вот сейчас я чувствую, что у меня есть силы, у меня есть энергия, соответственно, у меня достаточно энергичный голос. Вот, если же я в таком состоянии уставшем, то уже будет и хрипотца какая-то, и вязь какая-то, то есть уже будет, ну, и внутреннее ощущение будет другое совсем. Поэтому я вам рассказываю, что я делаю, как это поднимает. Это опять-таки Андрей Ушков, он называет это хулиганская практика. Желательно ее делать, ну, если, допустим, у меня все мое окружение, мой сын, друзья мои, они знают, чем я увлекаюсь. Вот. И поэтому их не пугает, если я в своей комнате буду что-то орать, там, да, хлопать, ну, и какие-то там песни петь медитативные. Вы как будто воспринимаетесь нормально, но если вы чувствуете, что ваши домочации могут напугаться, предупредите, что я буду делать практику. Значит, как она выполняется? Лучше стоя, стоя, значит, вы мощно хлопаете в ладоши, мощно, не просто аплодисменты, а мощно, три раза хлопаете в ладоши. Раз, два, три. Это делаете стоя. Потом, сейчас я покажу вам. Потом, значит, раз, два, три. Потом резкий вдох, поджимаете руки к себе, резкий вдох. Ну, как, знаете, вот как на карате, когда вот на разных видах борьбы, да, там вот это энергетическое движение такое резко. Резко вдыхаете и на выдохе говорите «Ха!». Ну, это я сейчас еще стесняюсь, а так вообще мощно надо. Раз, два, три. Вдохнули и резко выдохнули с громким криком «Ха!». И так три раза. Причем это не стесняясь, не зажимаясь, а прямо на полную мощность, на полную мощность со всей дури, мощно хлопаете в ладоши так, чтобы они аж горели. Поджимаете руки, втягиваете в себя, и вот это движение мощное, резкое и очень громкий выкрик. Прямо, знаете, от всей души. Три раза. Вот, и я помню, когда вот я себя чувствовала такой немножко вялой, я это сделала, и я такая «Ха!» – нормально, все, можно пойти работать. Вот, то есть реально работает. Вот, пробуйте. Еще одна методика. Еще одна методика. Готовы? Я с вами поделюсь, если, ну, если посмотрю, почувствую, что это вам нужно. Значит, эта методика называется «Разрывание негативных связей». Я вам ее показывать не буду, я вас буду вести голосом. Поставьте, пожалуйста, цифру 5, если вы сейчас готовы ее проделать, если вам сейчас никто вокруг не мешает, ну, или даже если кто-то есть рядом, поучаствуйте в этом, а потом уже будете ее делать полноценно, там, в одиночестве. Значит, это нужно прямо погрузиться в это. Вот, будете идти за моим голосом, вам нужно закрыть глаза. Я вас буду, я не буду это сейчас, просто мне неудобно это и говорить, и проделывать самой. То есть вы сейчас просто будете следовать моим инструкциям и выполнять все, что я говорю. Прямо вот не торопясь, вдумчиво. У нас есть время. Вы прямо погрузитесь, представите все, что вот, все, что нужно, вот, визуализируйте. Итак, это делать лучше, я вижу, готовый у нас есть, пятерочки поставили. Итак, такая практика. Значит, расскажу, что это. Опять-таки, авторство не мое, я ее изучала и применяю, когда... Вот, кстати, ее хорошо выполнять в совокупности с письмом прощения. Я, когда прорабатывала конкретного человека, я и письмо прощения писала, и разрывала негативную связь с этим человеком, то есть наполняла его тем, как я думала ему, ну, что ему от меня нужно. Итак, значит, встаете, закрываете глаза, вам нужно постараться расслабиться, войти в такое хорошее рабочее состояние, то есть вдох, выдох, создайте приятное, спокойное состояние, расслабленное, спокойное, умиротворенное. И представьте перед вами образ человека, который тянет из вас энергию, который забирает у вас силы, с которым у вас были или есть какие-то конфликты, с которым вам сложно общаться. То есть у вас есть связь с этим человеком, и вы чувствуете, что в его присутствии или при мысли об этом человеке вы теряете энергию. Почувствуйте связь, которая между вами есть, какая она, на что она похожа, из какой области она идет, как она вас соединяет. Прямо представьте вот эту связь между вами и другим человеком, какая она. Визуализируйте, каким образом вы связаны с этим человеком энергетически. Прислушайтесь, почувствуйте, что этому человеку от вас нужно, в чем он нуждается, что он очень хочет получить от вас. Может быть, это благодарность, может быть, прощение, может быть, принятие, любовь, уважение. Подумайте, в чем очень нуждается этот человек, что он очень хочет получить от вас. А теперь представьте над головой источник изобилия. Он может быть любой формы. Это как столб света, или может быть конус, или рог изобилия. Вот то, как вы себе его представите, источник изобилия. И из этого источника изобилия через седьмой энергетический центр вы наполняетесь спокойствием, силой, чистотой, энергией, любовью. Вы наполняетесь и ощущаете приятное состояние спокойствия, изобилия. И это изобилие поступает непрерывно. Вы наполняетесь ровно столько, сколько вы чувствуете необходимо. И когда вы почувствовали, что вы наполнены, вдох и на выдохе начинаете транслировать человеку через ту связь, которая между вами есть, то, что ему нужно. Вы наполняете этого человека любовью, благодарностью, принятием, уважением, может быть, прощением. Человек наполняется, на его лице появляется улыбка, он чувствует эту наполненность через вас. И когда вы почувствовали, что человек наполнен, он доволен, его лицо светится, на его лице улыбка, вы представляете, что берете ножницы и обрезаете эту связь. Вы разрезаете связь между вами и этим человеком. Позвольте этому человеку уйти с благодарной улыбкой, отпустите его. При этом вы в спокойном, чистом состоянии. И вы еще какое-то время продолжаете наполняться из источника изобилия, наполняете себя. Вы чувствуете себя спокойным, наполненным, расслабленным, полным любви. Вы в изобилии. А сейчас сделайте несколько приятных вдохов, выдохов через все тело. Всем телом вдохнули, всем телом выдохнули. Всем телом вдохнули, всем телом выдохнули. Сделайте так несколько раз. Вы ощущаете сейчас спокойствие, гармонию во всем теле. И вот эту медитацию, вот эту практику нужно выполнять каждый раз, когда вы чувствуете, что у вас сложности с человеком, когда вы чувствуете, что теряете энергию, либо в ситуациях конфликта, либо в состоянии какого-то непонимания. Вы проделываете эту практику и наполняете таким образом и себя, и другого человека. Если конфликт и напряжение достаточно глубокие, длительные, тяжелые, то такой практики одного раза будет недостаточно. Нужно будет проделывать несколько раз. Я вам сейчас дала несколько, ну, вариантов дала много, но по своим ощущениям, вот то, что для меня, может быть, каждый из вас найдет свое, то, что для меня конкретно работало, например, с одним человеком, сложное общение, сложные отношения, да, и мне помогла вот эта двухсторонняя работа. С одной стороны, я работала на, писала письма прощения, а с другой стороны, через вот эту энергетическую практику разрывания негативных связей, я наполняла этого человека тем, что чувство ему нужно от меня. И все, вот, друзьями, конечно, мы не стали, но никакого внутри, никакого негатива у меня нет. И что самое интересное, я с удивлением открываю в себе, что я желаю человеку счастья. Вот я прямо искренне хочу, чтобы у него все было хорошо. Я вам сейчас приоткрыла, показала возможности всех этих практик. То есть, знаете, что есть очень мощные, методики, очень мощные инструменты для очищения себя от негативных вот этих завалов, от эмоциональных завалов, от нашей связи с прошлым. Потому что, если даже мы об этом не задумываемся и не осознаем этого, не отслеживаем, это не значит, что этого нет и что оно не работает. Оно все равно работает. Оно фонит. Поэтому, вот, моя задача сейчас, вот, на протяжении вот наших встреч показать вам, как можно себя восстанавливать, очищать и наполнять. Итак, идем дальше. Значит, вот эту практику, вы прям, она несложная. Вы можете себя сами направлять, просто представляете ситуацию и все это выполняете самостоятельно. Как только почувствовали, даже с детьми с вашими. Вот, если чувствуете, что какой-то был конфликт или у вас какое-то раздражение и что-то вот не клеится, да, или с супругом своим. Неважно. Вы берете, чувствуете, что вот надо восстановить и наполняетесь. Работаете в таком ключе. Теперь, еще одна практика. У меня сегодня много практической работы. Значит, практика. Опять-таки, смотрите, сейчас я все практики подобрала, их очень много. И я на самом деле знаю и использую очень много. Я сейчас очень избирательно подбирала именно с целью помочь вам снять негатив. Если вас что-то гложет, вы переживаете за что-то, долго о чем-то думаете плохом, что-то вас беспокоит, то я подобрала вот эти практики, которые помогут вам очиститься, снять негатив. Итак, практика вспоминания. Значит, вам нужно представить, это надо будет делать с закрытыми глазами, сейчас я расскажу, что, и потом вы будете делать. Я вас проведу через эту практику. Значит, вам нужно будет представить, представить перед собой экран, и на этом экране представляете человека, который вас беспокоит, либо ситуация какая-то, какое-то событие. То есть, что вас сейчас на данный момент беспокоит. Практика называется вспоминания. То есть, вы вспоминаете, это очень хорошо делать в конце дня, перед сном, когда вот надо сбросить все плохие мысли, расслабиться и спокойно лечь спать. Так вот, вы представляете то, что вас беспокоит. Вы, если вы левша, то вы будете делать в обратном порядке. Если правша, то вы вдыхаете воздух с левого плеча, набрали воздух в полную грудь, поворачиваетесь, на выдохе закрываете глаза, значит, у вас глаза закрыты, на выдохе как бы сдуваете, вот, счищаете вот этим воздухом, очищаете весь экран. То есть, вы его, я себе представляю, что я как будто его зарисовываю, да, вы можете, как будто вы тряпочкой моете, может, как будто, что у вас все это слетает вниз. То есть, вы вытираете вот эту картинку своим дыханием. И на последний там остаток воздуха, вы его выдыхаете, на выдохе вот последний, последний воздух сюда. потом вы возвращаете голову назад и представляете, что вы как будто вдыхаете воздух, вот это будет энергия. Вы вдыхаете воздух через живот. Прямо держите голову, вдыхаете и выдыхаете. И так понятно, да? Потом следующее, то есть, если еще есть какая-то ситуация, или если это слишком жестко, и вы чувствуете, что ее не доработали, можете еще раз ее сделать. Но одного раза, в принципе, если вы чувствуете, что достаточно, значит достаточно. Если еще что-то нужно с чем-то, значит делаете второй раз. Опять вдыхаете, возвращаете, поворачиваете голову вперед, сдуваете, стираете и выдох в правое плечо. И так закрываете глаза, представляете перед собой кран с тем, что беспокоит, поворачиваете голову влево, набираете полную грудь воздуха, с левого плеча, поворачиваете вперед, сверху вниз, вытираете картинку с экрана, выдувая на нее воздух. И до выдоха на правое плечо. Возвращаете голову в исходное положение, смотрите вперед, и вдыхаете воздух, вдох через живот. Вдох и выдох. Можно еще раз попробовать еще какую-то картинку, еще какую-то ситуацию или человека. Поворачиваете голову влево, вдыхаете воздух, полную грудь, мощно, голова вперед, выдыхаете воздух на картинку, стирая эту картинку с экрана, и до выдоха на правое плечо. Возвращаете голову в исходное положение, голова вперед, вдыхаете воздух через живот, и выдыхаете. То есть, как бы пропустили энергию через себя. Вот такая практика. Это один из вариантов, возможных вариантов, как стирать негативные эмоции. Вот это практики, которые вот сейчас все, что я вам рассказывала, показывала, это направлено на то, чтобы убрать, избавиться от негатива, который за день накопился, либо достаточно длительное время вы его копили. Я вам дала несколько инструментов, как избавиться от негатива. Но мы выплеснули, мы вот этот негатив выплеснули, но нам же его нужно теперь на его место, на его место заполнится позитивной энергией, заполнится чем-то хорошим. И я вам сейчас перечислю множество, множество вариантов то, что наполняет женщину. Сейчас буду говорить именно про наполнение женщины, как восстанавливать женскую энергию, как себя наполнять. Многие женщины абсолютно не задумываются о том, что они живут в истощенном состоянии, именно в состоянии, когда у них есть нехватки и когда им бы кто-нибудь чего дал, а делиться им самим нечем. Основная задача женщины – это копить энергию, которую она будет использовать для того, чтобы делать этот мир лучше, чтобы мужчина рядом с ней развивался, чтобы семья процветала. И женщина… Смотрите, какой здесь основной момент. То есть наполнять женщину энергией никто не должен. То есть если женщина ищет, кто бы ее полюбил и кто бы ей чего дал, то это позиция такая зыбкая. Никто не даст. До тех пор, пока женщина сама не начнет себя наполнять. И очень важно, как женщина к себе самоотносится. Если женщина себя любит, заботится, бережет, то она это транслирует и в мир, и окружающие точно так же будут к ней относиться. Если же женщина живет в позиции жертвы, я всем должна, мне ничего не надо, у меня только надо, ну вот есть надо, я должна, а мне ничего не надо, да, то такая женщина получать и ничего не будет. Поэтому, если говорить про уровень, вот про энергетическое восстановление, то женщина берет энергию от мира, от природы, от того, что, от любимых занятий, от того, что ей нравится делать и от чего, что ей приносит удовольствие. Вот женщина наполняется таким образом. Мужчина таким образом наполняться не может. Он приходит домой, берет энергию у женщины, вот эту женскую энергию, и трансформирует ее в результаты. То есть, когда человек, мужчина приходит домой, наполняется от своей женщины, там, через заботу, через любовь, через эмоции, он наполняется, восстанавливается и идет в мир на подвиге для того, чтобы принести свои достижения, свои результаты к ногам женщины. Вот так это работает. Если же женщина энергетически пустая, ей нечего дать, то она не может, то у такой женщины мужчина не успешен рядом. Ему нечем, то есть, его ничего не поддерживает, не подогревает. Именно энергия женщины мужчину толкает на подвиги. И самое интересное, здесь вот сразу вам скажу, если женщина живет из позиции «мне ничего не надо», то рядом мужчина не будет развиваться. То есть, этот мужчина, вообще мужчина на самом деле достаточно, ну, такие аскеты в жизни, им ничего не надо. Мне когда-то один мужчина сказал, мне вместо стола достаточно табуретка, покрытая газеткой, а вместо шкафа, гардероба в коридоре мне достаточно в стене «три гвоздика», на которой я повешу там шапку, куртку, на табуретке возле дивана там я поужинаю. И он не лукавил, на самом деле ему это действительно достаточно. А все свои результаты, достижения мужчина осуществляет для женщины. Поэтому, если у женщины есть желания, какие-то, да, на чего-то хочет, у нее есть какие-то хотелки, то мужчина будет стараться их реализовывать, соответственно, он развивается, чтобы их реализовать. Если же у женщины желаний нет, мне ничего не надо, то мужчина будет, ну, как бы, не надо я, зачем тогда стараться. То есть, такой мужчина не будет рядом развиваться. Поэтому, я надеюсь, я вам вот эту цепочку, как работает энергетическая цепочка, вам описала. Итак, задача женщины восстанавливаться, накапливать энергию самостоятельно от любимых занятий, от природы, от ухаживания за себя. И уже, когда она находится в таком состоянии, она может дарить окружающим все, что у нее есть. Итак, что наполняет нас энергией, женщин? В первую очередь, это мощное зажигательное, зажигательное цель. Причем, это не обязательно по работе. Это может быть, это важно, чтобы была какая-то реализация в жизни женщины. То есть, это может быть либо какое-то хобби, либо какое-то обучение, чего-то достичь, что-то получить, что-то сделать, что-то сотворить. То есть, это какая-то зажигательная цель. Кому-то помогать. То есть, мы создаем себе цель и еще не достигнув следующей, в смысле вот этой поставленной, мы уже ставим себе следующий. То есть, мы к чему-то стремимся, развиваемся, и это нас наполняет. Вот когда у меня есть цели, я знаю, что в таком это периоде мне надо программу разработать, тогда-то мне надо то-то сделать, там записать, это там, да, то есть, и меня это подталкивает, у меня есть силы. Если же я знаю, что у меня в течение там трех месяцев ничего не надо делать, то и уровень энергии падает. Зачем мне энергии, если мне особо делать ничего не надо? Поэтому цели нас всегда наполняют и вдохновляют. Но кроме этого, есть еще очень много вещей, которые наполняют женщину. Это всевозможные варианты ухода за собой. Это массаж, то есть, я вам сегодня говорила через практику, какую цель проще выбрать, долгосрочную или краткосрочную. Ольга, а можно одно другое не исключает. Можно, например, взять долгосрочную одну, да, но ее разбить, потому что слона лучше есть кусками, по частям, делить на по частям. И чтобы одна большая долгосрочная цель нас не пугала, что она нереальна, она невозможна, она такая далекая, и просто, она недостижимая и какая-то вот, ну, сложная, чтобы нас это не пугало, мы разбиваем вот этот путь к долгосрочной цели, мы разбиваем на более мелкие. И их уже проще выполнять, они не так пугают, с ними легче справиться, они уже более осязаемы, более выполняемы. И так, массаж, вот это воздействие через тело, очень важно женщине, я очень люблю ходить на массаж, и я прям понимаю, я даже заснуть могу на массаже, я понимаю, что это настолько состояние расслабления, и все тело, да, вот как бы все мышцы, крови насыщаются, такое хорошее состояние, потом встаешь, и как будто, вот я ощущаю, как будто у меня происходит омоложение, как будто какое-то обновление, поэтому, если у вас это из списка массаж, что это какая-то роскошь, или, ну, что-то такое, да, не для вас, хотя бы, там, не знаю, курсом раз в год себе позволяйте, это очень хорошо работает. Уход за волосами однозначно работает, то есть, вы знаете, что в наши, наши предки, девушки, женщины, носили длинные волосы, и вот эта мифология, когда, ну, допустим, волосы обрезала жена, там, заплыла у кого из, из мифов греческих, и он силу потерял, то есть, в волосах это сила, сила женщины, уход за волосами, это, это сила, поэтому, если вдруг чувствуете себя плохо, сделайте масочку, помойте голову, там, да, какой-то, какие-то процедуры, то есть, уход за волосами обязательно, маникюр, педикюр, то есть, когда мы чувствуем красивые ручки, ухоженные ручки, ухоженные ножки, ну, то есть, здесь важно, вот, все вот эти вот варианты, которые я сейчас перечисляю, это все уход за собой, чтобы женщина чувствовала, что она сама себя любит, и она достойна вот этого ухода, маникюр, педикюр, ванна с лепестками роз, я, если ванну принимаю, я там, могу в себе в шампуньку, я обожаю всякие, я ставлю аромамасла, у меня постоянно чем-то пахнет, каким-нибудь маслицем, я в себе в шампуньку могу накапать, какие-то масла, то есть, все вот это вот, очень такое женское, женское, свечи можно включать, все это такое должно быть, с любовью к себе, потому что, если, если женщина не умеет останавливаться, доставить себе удовольствие, уделить себе внимание, то, понимаете, у нее состояние вот этого нелюбви к себе, ей нечем делиться, поэтому, замедляйтесь, даже если вы делаете какую-то процедуру регулярно, тот же самый душ, но сделайте его красиво, там, не знаю, пенку туда, или свечи поставь, ну, что это такое, или если душ, надо по-быстрому музыку хотя бы какую-то включить, ну, то есть, сделайте, я меньше всего пользуюсь декоративной косметикой, но выгляжу моложе своих лет, Ольга, здорово, если вы так себя чувствуете, ну, например, я гораздо лучше выгляжу, когда у меня все-таки макияж на лице есть, более яркое лицо, и поэтому, как бы, ну, это приятнее, вот, но уход за собой, да, если, если кожа не ухоженная, если волосы не, не блестят тусклые, да, или еще, еще хуже всего, еще и грязные, то как бы себе глаза не рисовали, красоты точно не будет, да, вот, если есть яркость природная, здорово, но при этом уход за собой все равно, понимаете, когда говорят, что девушка красивая в 20 лет, это не ее заслуга, это природа, да, природа гены, а когда женщина красивая и ухоженная в 40 лет или в 50, вот это уже ее заслуга, то есть здесь уже все, что можно, если не ухаживать за собой, то все природное можно уже загубить, а женщина, которая ухаживает за собой, она и в 40, и в 50 будет выглядеть эффектно, ухоженно, да, так красиво, поэтому все вот эти варианты, которые касаются ухода за собой, не забывайте, пожалуйста, про себя, даже если вы сейчас никуда не ходите, ну, знаете, у меня бывает так вот, я не знаю, я очень много про себя рассказываю, надо вам это, не надо, но просто на чужих примерах мне как бы проще на своих, потому что я точно знаю, что я это чувствую и как это происходит, поэтому я делюсь своим, например, вот я работаю много дома, и бывает такое чувство, что как бы вот заедает вот эта повседневка, какая-то рутина, да, и никуда не хожу, соответственно, духи стоят неиспользованные там, и я могу просто для себя, вот даже вот предлагается, вот рекомендуется, когда вот у нас принято в обществе как, мы куда-то выходим, мы красиво одеваемся, мы наносим макияж, там, духами пользуемся, да, а когда мы дома, в каком-то старом халате, с хвостиком на голове, и мы не радуем своей внешностью ни себя, ни мужа, да, поэтому вот всегда рекомендуют быть красивой, в первую очередь, для себя, и для своей семьи, для своего мужчины, и поэтому у меня иногда так бывает, что что-то я как-то это, подрасслабилась, и я могу прямо находясь дома, духами побрызгаться, там, какую-то прическу навести, что-то платьице одеть, а не спортивные брюки, да, то есть вот как-то для себя, потому что я хочу подойти к зеркалу, и чтобы мне нравилось то, что я там вижу, чтобы женщина из зеркала смотрела на меня ухоженная и, ну, выглядящая хорошо. Дальше, все, что связано с движениями, это танцы, это йога, причем здесь основной критерий, не важно, чем вы занимаетесь, важно, чтобы это доставляло вам удовольствие, какие-то физические нагрузки, спорт, прогулки, то есть вас наполняет именно то, что вам, вот если, например, вы кушаете полезную еду, но вы ее едите, потому что это надо, а не потому что это вкусно, то в принципе это да, это будет приносить пользу вашему здоровью, но удовлетворения от этого нет, поэтому вы все-таки совмещаете и то, что все-таки и вам и хочется, вот от чего вы получаете удовольствие. Вот для меня всегда удовольствие – это завтрак, это я мало пью кофе, у меня это чашка кофе утром, и вот эта чашка – единственная кофе утром, плюс я себе, вот после обеда я себе сладости не разрешаю, а вот утром я могу, и вот для меня это такой прямо вот балдежный 10-15 минут, когда я кушаю то, что мне вкусно, то, что я люблю, и то, что как бы я себе сейчас разрешаю, да, вот это такое вот время удовольствия, удовольствия, и вот это как раз вот из этой серии «Пусть весь мир подождет». Вот какие-то такие вот маленькие приятности себе. Утром и завтрак, мое любимое время дня и прием пищи. Да, вот знаете, просто Ирина пишет, «Завтрак – мое любимое время дня». Я обожаю, вот еще все впереди, еще вот я понимаю, что сейчас будет насыщенный рабочий день, что много дел, но вот эти 15 минут, это мои 15 минут кайфа, которые вот никому не отдам. Я ем все, что мне хочется, вкусненько, я смотрю в окошко, любуюсь с солнышком, я даже могу подойти с чашкой кофе, выглянуть в окно там с балкона, да, и как бы погода хорошая, птички, солнышко, и вот это вот наполнение себя эмоциями уже с утра, когда настроение повышается и, соответственно, и день задается хороший. Вот. Ароматы. Я очень часто, у меня каждый день свечи, аромалампы включаю, капаю туда масла разные, то есть у меня обязательно что-то горит, что-то пахнет, вот мне все это очень нравится. Это правда наполняет, причем это наполняет только потому, что мне это нравится, а не потому, что это красиво, или это кто-то сказал. Просто я это очень люблю, я люблю экспериментировать с разными этими ароматами, да, вот этот с этим, и вот это нравится, поэтому это наполняет. Красивые наряды. Очень наполняет. То есть когда, я думаю, что вы по себе чувствовали, когда вы несете домой обновку, либо вы одеваете обновку, либо вы открываете шкаф, а у вас там висит, ну, я, по крайней мере, так покупаю, я не люблю по одной вещи ходить и вымучивать, я сразу хоп, и там пол гардероба сменила, ну, или хотя бы часть, и вот открываешь, и у тебя навешалка все новое, и хочешь сегодня это одень, а хочешь сегодня, и вот это состояние реально наполняет, вот я не знаю, как у вас это по ощущениям, но новая красивая одежда, которую ты одеваешь и понимаешь, что одежда меняет внешний вид, и как ты одет, так ты такое впечатление производишь, это правда наполняет, особенно если смотришь и понимаешь, что это красиво, это идет, поэтому, если не получается часто, ну, хотя бы время от времени, себе позволяете такие вещи. Генеральная уборка, мы сегодня об этом говорили. Татьяна, вы прямо проходите по самым больным местам, чувствуете жить минутой настоящего времени, каждой минутой настоящего времени. Я сейчас рассказываю, вот, что возможные варианты, и делюсь, я поняла, Ольга, я прочитала правильно, каждой минутой настоящего времени. Я сейчас делюсь с позиции, ну, возможных вариантов, но при этом добавляю себя лично, каких-то своих. Просто в какой-то момент, вы знаете, в какой-то момент, ко мне пришло сознание, я недавно, кстати, посмотрела фильм, он меня потряс, я прям всплакнула, он меня реально потряс, до глубины души этот фильм. Во-первых, вот за последнюю неделю я посмотрела два фильма. Первый – это «Хижина», после которого меня вот прямо, это один из моих фильмов, любимых стал, точно, вот я его буду пересматривать однозначно. А второй – это называется «Любовь». Посмотрите, он очень грустный фильм, то есть это не развлекушка на вечер, это такой глубокий философский фильм о любви. Причем есть 2015 года, я специально смотрела варианты, это там такое что-то эротика, это не тот фильм. Есть 2012 года, там главные герои – это пожилая пара, которым за 80, и которые прожили всю свою жизнь вместе, и вот они состарились. И вот как они в старости. И знаете, я в какой-то момент, я так часто это, не знаю, в какой-то момент я это осознала, и я сейчас это испытываю каждый день. Я понимаю, что я, конечно, надеюсь жить долго и счастливо, и дожить до глубокой старости, и быть в хорошей форме. Я стараюсь, по крайней мере, чтобы так было. Но при этом я не знаю, сколько нам каждому отведено времени. Сегодня моя жизнь закончится, или через 40 лет моя жизнь закончится. И я так явно ощущаю, что надо жить действительно полной жизнью, независимо от того, что происходит. Если я произвожу впечатление, что в моей жизни все в шоколаде, и я прям такой баловень божий, хорошо, если у вас есть такое понимание, представление меня. Но я себя чувствую, что да, у меня все в жизни хорошо, но в моей жизни при этом происходят разные события. Просто я их воспринимаю, ну, как уроки, я не делаю из них трагедии. То есть в моей жизни также возникают какие-то проблемы, сложности. Но при этом, знаете как, это действительно проблема, или это просто ситуация, с которой нужно разобраться. Поэтому вот это вот ощущение жизни каждый день и наполнение ее эмоциями, позитивом, оно настолько помогает и заряжает. Поэтому я не знаю, я правда живу ощущением, что каждый день прекрасен. Даже если мне сегодня взгрустнулось, или даже если я вдруг лежу и вот чувствую, что что-то мне как-то плохо, все равно этот день прекрасен. Понимаете? Все равно он прекрасен. Это, я помню, у нас было, когда я работала воспитателем в санатории для детей-инвалидов, и смены были тяжелые. И вот был конец рабочего дня, мы детей отвели, я полтора года там отработала, а потом у меня настолько много работы было, что ушла оттуда и переключилась на другое. Но тем не менее, опыт у меня такой был. В общем, смены были тяжелые, дети тяжелые, их много. И мы в конце дня отвели уже их на ужин, и оставалось всего несколько часов, ну, чтобы их там спать уложить, да, что нам будет полегче. А дежурство было сутками. И вот мы сидим с моей напарницей, и она говорит, поскорей бы, вот фраза, это было несколько лет назад, и она говорит, поскорей бы этот день закончился. А у меня уже тогда такое позитивное мышление, вот жажда жизни, вот там что-то как-то вот, жизнь прекрасна, мир прекрасен. И я сижу, говорю, ты не задумываешься, что это один из дней твоей жизни, и его больше никогда не будет. Что вот он пройдет, будет завтрашний день, но сегодняшнего не будет. А ты его живешь, лишь бы он побыстрее прошел, просто как бы вычеркиваешь, выкидываешь его из своей жизни. Ты его не живешь, а ты его мучаешь. И для нее это было такое откровение, она никогда с этой стороны, она глаза так прямо округлила, и говорит, правда. И никогда так не было, правда. Это ведь этого дня, вот такого-то там, например, 20 июня такого-то года, больше никогда не будет в моей жизни. Вот, поэтому наполняйте себя, создавайте себе маленькие радости из всего. Зажгите свечечку, включите музыку. Пусть бывают сложности, пусть бывают проблемы, пусть бывают там болезни, безденежья или еще что-то, но при этом жизнь продолжается. Ведь подумайте, что даже если человек, вот если вы встретите абсолютно здорового человека, богатого, и у него тоже будут проблемы, так какая разница, когда быть счастливым, можно быть счастливым и сейчас. Поэтому наше счастье, наше состояние зависит от вот тех маленьких радостей, которые мы себе создаем, от отношения к себе, к людям и к миру. И я, кстати, на эту тему есть фильм «Клик». Ой, я посмотрю, спасибо, я люблю, когда мне что-то рекомендуют. Сейчас запишу. Клик. Вот вы посмотрите фильмы, которые мне понравились, я надеюсь, что вам также понравится. Это «Хижина» и «Любовь» 2012 года. Вот, поэтому общение с единомышленниками очень подкрепляет, поддерживает. То есть, когда у вас в окружении люди токсичные, которые критикуют, жалуются, ноют, тянут вас назад, постоянно, да, вот проблемы. Вот это токсичные люди. С такими людьми лучше не общаться. А поддерживает какое общение? С единомышленниками. И у меня, кстати, единомышленники появились в моей жизни не потому, что люди такие готовые пришли в мою жизнь, а потому, что я им помогла развиваться и подниматься. То есть, я сначала сама много чего над собой делала, работала, развивалась, и потом свое окружение подтянула, и они читали те же книги, слушали те же там лекции какие-то. Ну, это не толпы, но это мои близкие люди. Вот, то есть, те люди, которые сейчас мне очень близки, едины по духу, это как раз многим я помогла, ну, не требовала, а делилась, да, там, показывала своим примером. И люди подтягивались, поэтому сейчас единомышленники это самые мои близкие люди. Общение с другими женщинами. Женщина в день должна высказать определенное количество, там, что-то 22 тысячи слов в день, и ей это надо высказать. и если она будет это все выпаливать на мужа, который понимает, что женщине нужно общение, но он эмоционально и психологически не готов к такому потоку слов. А вот общение с другими женщинами вполне. Женщина с женщиной общаются хорошо, выплескивают свои эмоции, поэтому это тоже наполняет. Что еще наполняет? Длительные разговоры, беседы по душам. Это чаще всего либо это очень близкий мужчина, который есть о чем говорить, или опять-таки женские компании, близкие женщины. Наполняет еще вариант быть проще. Что это означает? То есть не делать из себя все время сильную женщину, правую женщину, я все сама, а умение быть девочкой, то есть умение обратиться за помощью, показать себя слабой, милой, ты мне не мог бы помочь вот я без тебя не справлюсь, я даже какую-нибудь консервную банку никогда сама не открываю, хотя я думаю, если я буду одна в доме, я ее открою, я женщина сильная, напрягусь и выдерну, но зачем мне это надо, если рядом есть мужчины, я поэтому никогда не открываю никакие ни бутылки, ни банки, не надо, просите помощи, будьте слабыми, позволяйте себе быть слабыми, оказывайте кому-то помощь, то есть если вы видите, что кому-то важнее, чем вам, смотрите, как работает еще наполнение, когда человек сконцентрирован на себе и своих проблемах, на себе и своих проблемах, то вот эта концентрация на своих несчастьях, она съедает, если же женщина переключается с себя на других людей и начинает заботиться о других, кому нужнее, кого-то поддерживает, то вот это вот, да, Ирина, правильно, что излучаешь, что и получаешь, то есть когда мы проявляем заботу, любовь, помощь другим людям, не концентрируясь на себе, то соответственно мы это, мы отдаем и мы через это наполняемся. Делайте комплименты обязательно другим женщинам, например, если прическу мужчина не заметит, то другая женщина обязательно заметит и точно так же вы, да, свои подруги, делайте комплименты, хвалите обязательно друг друга, выражайте любовь в любой форме, в любое время тем, кто вас окружает, близким вам людям, то есть не надо ждать какого-то подходящего случая, сказать что-то приятное, у меня с близкими людьми это мои родители, это мой ребенок, сын, это мои друзья, мне настолько несложно, вот ко мне приходят в гости подруга, мы при расставании говорим друг, обнимаемся и говорим я тебя люблю, ты лучшая, ты у меня самая лучшая, да, то есть точно так же я говорю сыну, ты у меня лучший, мне несложно похвалить человека и сказать, что я о нем, я не жду никакого подходящего момента и опять-таки почему? потому что если я приберегу слова доброты, слова тепла на завтра, а вдруг меня завтра уже не будет, а вдруг я не успею это сказать, поэтому я не жду какого-то особого подходящего момента, вот я живу по принципу, если я сейчас это захотела сделать, сказать, подарить, обнять, я сейчас это сделаю, я не буду себя ограничивать, то есть я себе разрешаю делать все, что мне хочется, если это не причиняет другим людям вред, если я захотела обнять человека и он не против, я его обниму, а я, кстати, когда ездила, расскажу сейчас, я ездила в Екатеринбург, есть тут из Екатеринбурга как-то на семинары, и я, значит, обнимала всех, и Александрина, она, ага, вижу, Ирина, да, вот, нет, Ольга, не так, день прожил, ладно, не, не, нет, это не то немножко, старые люди живут, день прожил, ладно, еще такая есть фраза, надо дожить до этого дня, да, то есть, получается, планов не строить, я немножко не про то говорю, не день прожил, и ладно, нет, я говорю, что жить каждый день, как будто он последний, вот, настолько насыщенно эмоционально, причем, и, конечно, у меня это максимально идеально не получается, каждый день разный, но, по крайней мере, я ценю каждый день, и вот я помню, я уже уезжала, и была в офисе у Александрины, и она, значит, подзывает, ну, кто там был, говорит, идите, идите, вас Татьяна обнимет, она очень любит обниматься, и все ко мне так обниматься, вот, поэтому, если я чувствую, что я хочу вот проявить к человеку какое-то тепло, и я это чувствую, это я себя не заставляю, вот у меня порыв есть такой, я обязательно это сделаю, посылать кому-то какие-то приятности, открыточки какие-то, делать маленькие сюрпризики какие-то кому-то, живи одним днем, смотрите, вот как бы не стоит, как бы вот крайности, да, одним днем, а дальше там море по колено, там хоть трава не расти, я немножко не об этом, я бы сказала, живи не одним днем, потому что я все равно думаю про свое будущее, я все равно думаю, что завтра будет, как денег заработать, как я лето жить буду, я думаю про будущее, я не живу одним днем, я бы сказала, жить каждым днем, вот так было бы лучше, то есть насыщать, наполнять свою жизнь положительными эмоциями каждый день, вот, да, можно сказать, живи сегодняшним днем, проживай сегодняшний день максимально насыщенно, очень хорошо нас наполняет женщин благотворительность, когда мы кому-то помогаем, посещение психолога, ну, или подругу женщины, очень важно общение с учителем, то есть вот я вам сегодня говорила, да, что я слушаю такого-то психолога, я практики поделилась, которые взяла у такого-то, то есть это были мои учителя, и по сути они есть, я, например, Сергея Хохолова до сих пор слушаю, а Андрея Ушкова, который мне очень хорошо помог подняться эмоционально, я делала его практики дыхательные, энергетические, и я, ну, я смогла принять очень важное решение в тот период, период, поэтому, если есть человек, который для тебя авторитет, такой гуру для тебя, и ему есть чем с тобой поделиться, обязательно учитесь у людей, которые чего-то достигли, подарок кому-то, я обожаю дарить подарки, делать кому-то, видеть, когда угадал с подарком, и ты видишь, что человек радуется, и вот эта радость в глазах, это прекрасно, музыка очень нас наполняет, если она по душе, разные медитации, энергетические, дыхательные практики, пение, пение в душе, пение вот где угодно, а шоппинги разнообразные, я даже из продуктового шоппинга делаю себе удовольствие, мы когда идем, например, сын меня сопровождает, и он любит быстро-быстро-быстро, ну как любой мужчина, я говорю, я никуда не тороплюсь, если ты торопишься, и он при этом успевает что-то по телефону, еще какие-то свои дела делать, пока я хожу там и осматриваю полки, с удовольствием что-то выбираю, то есть даже продуктовый шоппинг для меня в удовольствие, я брожу, рассматриваю, что-то читаю, вот это меня тоже наполняет, ухаживать за цветами, если они у вас есть, если вы это любите, опять-таки я сейчас обращу ваше внимание, вот из того, что я вам рассказываю, это не обязательно все-все-все надо делать, наполнять вас будет то, что вам действительно нравится, вот вы это делаете, и вам это нравится, посещать книжные магазины, я обожаю посещать книжные магазины, я помню в Питере была, попала, забыла как магазин называется, огромный книжный такой центр торговый, и я не знаю, я там полдня проторчала, я уже устала стоя читать, я уже села, помню, на пол, книжки на коленках, ну просто их так много было, я не могла купить все, я вот выбирала, что и половину уже прочитала там, то есть это тоже наполнение, сам процесс чтения, у меня хоть было есть посещать исторические музеи, места, да, кстати, это будет в одном из списков, посещать вот такие места, фотосессия для себя, это тоже может вас наполнить, путешествия различные, меня путешествия, несмотря на то, что они физически утомляют, потому что перелеты, это там поезд, дорога, где-то недосып, но вот это вот само, вот это драйв, вот это новые люди, новый опыт, даже просто вот в каких-то местах, да, найти там дорогу куда-то, это реально наполняет, люблю искать старину в современном городе, круто, Ольга, здорово, паломничество, если у вас такое есть, потребность, паломничество тоже наполняет, еще что, обновление на кухне, вот сейчас, когда у меня достаточно много свободного времени, у меня, я много времени провожу на кухне, у меня, я порядок каждый день поддерживаю, еду вкусную готовлю, причем с удовольствием, не наспех, как это часто бывает, лишь бы приготовить, а любимое блюдо, имеется в виду, что питаться не обязательно, всегда правильно, но можно, например, приготовить именно что-то любимое, или если есть возможность ходить в ресторан и съесть это любимое блюдо, и это тоже, когда кушаешь блюдо, которое ты не каждый день это делаешь, или для тебя это не очень часто, может быть, это даже и роскошь, но оно вкусно и нравится, это тоже наполняет. Уборка, поддержание чистоты в доме, мы про это говорили, это как очищение и наполнение, создание уюта, всякие цветочки, шторочки, вазочки, это все, салфеточки, это все женская часть, это тоже наполнение. Очень важно разделить с кем-то обязанности по дому, не тащить все на себе, то есть, например, вы отвечаете за это, допустим, моя кухня, у сына то-то, и я не лезу, где он чего. Очень часто, в смысле, мы это делаем редко, но когда это делаем, это как раз-таки вариант, когда точно вот эта ситуация будет наполнять. Торжественный ужин со свечами, красиво, бокалы, красивая скатерть, вот это все такая торжественная обстановка, когда не повседневная вот эта вся, утварь, это все тоже наполняет, это все красиво, одеться красиво, да, можно пригласить гостей, ну, в общем, это тоже все, вот эта вот обстановка наполняется. Либо сходить в гости, да, это тоже, например, если я, меня кто-то кормит, обычно это моя функция, кого-то кормить, а я обожаю, когда меня кормят, я в гостях, и вот это ощущение, знаете, когда, вот, ну, прям вот, здорово, кто-то ухаживает за тобой, кто-то что-то накладывает, приготовил, меня это наполняет. Обучение, воспитание детей, когда мы занимаемся детьми, причем, в каком плане, именно с удовольствием, вместе гуляем, ну, в удовольствие, играем в какие-то игры, о чем-то беседуем, это, это женщину наполняет. пикник на природе, когда это вот, да, уместно, по погоде, по возможностям, тоже наполняет в компании друзей, я очень, такие вещи, когда вот у всех обязанности распределены, кто-то там за шашлыком следит, кто-то там овощи режет, кто-то там еще чего-то. Недавно поход в горы заставил меня пережить перезагрузку всего моего представления об окружающем мире, о самой себе. Ну, надеюсь, хорошие уроки были, Ольга. Дальше. Секс с близким человеком и обязательно в плане секса избирательность в сексуальных отношениях, потому что, когда у женщины много сексуальных партнеров, это ее истощает, на самом деле. Женщина, если, например, один сексуальный партнер, то женщина делится с ним своей энергией, и мужчина, получая эту энергию, идет дальше развиваться и, соответственно, развивается семья. Если у женщины несколько партнеров сексуальных, то она всем чего-то отдала и не успевает восстанавливаться, не успевает накапливать, и поэтому такая женщина, как правило, энергетически пустая. Дневник благодарности очень хорошая штука. это когда вы, ну, например, если вы недовольны кем-то, вы пишете в этот дневник благодарность этому человеку, за что он сделал для вас, да, либо если вы чувствуете недостаток любви к себе, то вы каждый вечер, я об этом говорила на предыдущих вебинарах и давала такое задание, вы пишете благодарность себе, за что вы сегодня себе благодарны, что вы сделали. Очень важно для женщины планирование. Хорошая, конечно, штука, это спонтанность такая, да, эмоциональность, но планирование женщине очень важно, потому что когда она знает, ну, есть какая-то некая стабильность, то для женщин это такое успокоение. А кому-то будет важно уроки актерского мастерства, да, будет тоже наполнять. Очень наполняет. Вот каждый раз, когда я начинаю погружаться в женскую тему, у меня всегда для себя вызов такой, задание, это носить юбки-платье, потому что я предпочитаю носить брюки. И для меня это на самом деле работа над собой, постоянно быть в юбках в платье, даже дома. И я себе такие делаю, челленджи. И вот я замечаю, когда я все-таки ношу юбки, там куда-то выхожу, удобнее натянуть штаны и побежать, да, а юбка, она уже к чему-то обязывает. Идти медленнее, быть женственной, да, Ольга, каблуки какие-то одеть, ну или платье, да. То есть уже не побежишь, как смартсменка в кроссовках, в юбке, уже идешь грациозно. И я замечаю, что мое состояние, когда вот я в платье, мое состояние другое, чем когда я в брюках. Поэтому носить юбки-платье наполняет. Они обязательно должны быть в гардеробе, хотя, конечно, брюки удобны. Смотреть полезные фильмы, романтического характера, либо какие-то со смыслом. Вот здесь вот есть такая подборка. Это не я подбирала, но я взяла эту подборку, потому что я все эти фильмы смотрела. Я под каждым подписываюсь, что все фильмы стоящие, достойные. Если вы какие-то не смотрели, то я вам рекомендую «Прекрасная зеленая», «Потрясающий фильм», «Куда приводят мечты», «Потрясающий фильм», «Билли Эллиот», «Потрясающий фильм», «Заплати другому», «Отличный фильм», «Полиана», «Волшебный». Ну, в общем, вот эти все, все вот эти фильмы, они наполнены смыслом, добром, какими-то уроками, дают возможность о чем-то задуматься, что-то увидеть, понять. Я люблю такие фильмы, поэтому, когда я увидела этот список, я решила вам его тоже. «Внутри себя я танцую», шикарный фильм, там про двух инвалидов, посмотреть этот фильм, «Внутри себя я танцую», просто потрясающий фильм, ну, он меня тронул до глубины, я вообще чувствительная, я вот прям, я на каждом фильме, на таком фильме я практически всегда с салфетками сижу. Вот, что еще наполняет? Я уже заканчиваю, тут уже время наше подходит к концу, пора заканчивать, я немножко еще договорю. Позитивное мышление, обязательно, вот то, что я сейчас, к чему вас призываю, это мыслить позитивно. Не важно, что в нашей жизни происходит, всякое бывает, жизнь долгая, всякое бывает, но если вы относитесь позитивно в первую очередь к себе, к окружающим людям, к миру, к событиям, и вы воспринимаете мир как волшебный, знаете, один из моих учителей сказал, рай на земле, и он, это зависит от нашего восприятия, для кого-то это ад, называют сущий ад, а для кого-то рай на земле, и когда я вижу вот это великолепие, вот я выходила вчера за продуктами, уже одуванчики первые расцвели, листики на кустиках, такие прям еще липкие, восковые, солнце, птицы поют, ну разве это не рай, рай на земле на самом деле. Дальше, начать изучать новую культуру, тоже как вариант развития и познания, изучение нового языка, тоже очень развивает и наполняет, главное опять-таки, чтобы это нравилось, позволять себе безумство, нелогичность, то есть не быть всегда правильной, когда-то вот что-то такое вытворять, ну вот что очень хочется, там не знаю, хоть в разных носках выйти на улицу и от этого кайфовать. А когда соприкасаетесь с водой, можете прямо мысленно обращаться к воде, дать силы, потому что вода очень мощный источник энергии, для женщины вода, женщина вообще похожа на воду, она гибкая, а при этом кажется, ну я имею ввиду про женщину, которая в женском состоянии, не бизнес-леди, которая борется с мужчинами, мужскими методами, я говорю про женщину в женском состоянии, женщина мягкая, гибкая, податливая, но при этом очень мощная и сильная, и как это говорят, вода мягкая, но попробуйте оказать ей сопротивление, она снесет. Чтение, написание стихов очень наполняет, если такое желание есть. Вот Ольга писала, да, да, Ольга писала про музей, музей выставки, если это наполняет, пожалуйста, вести дневники, вести альбом красивых фотографий своих, да, где вы себе нравитесь, где вы, кто, признайтесь, пожалуйста, когда смотрите фотографии, где вы есть, и вам все нравятся, а вы нет, плюсики, вот все классные, все такие замечательные, а у меня то глаз кривой, то рот перекосило, то еще что-то, плюсики, если вот все нравятся, я нет. Ага. Вот я от этого тоже стараюсь уходить, я начинаю, потому что другой человек точно так же будет не нравиться себе, а ему казаться, а что я вышла, в принципе, ничего, да, то есть каждый человек находит в себе кривые какие-то качества, которые мы цепляемся, и я понимаю, что это всего лишь субъективное восприятие, что вот даже если у меня глаз перекошен, или там, не знаю, губы поехали в какую-то сторону, все равно это нормально, ну, это просто один из кадров, я же это мимикой показываю, это же видно, ну, значит, ну, значит, такое есть, почему это должно быть плохо. Дальше, определитесь со своими желаниями, я вам уже сегодня говорила, если женщина ничего не хочет, ну, это потеря женской вот этой вот опять-таки энергии, потому что женщина, у женщины всегда что-то хочется, то и маникюрчик хочется, то и туфельки хочется, то и платьишка хочется, то и прическу хочется, то и мороженка хочется, всегда что-то хочется, а если женщина говорит, мне ничего не надо, это женщина внутри мертвая, И, соответственно, рядом с такой женщиной мужчина развиваться не будет. Поэтому желание обязательно, прямо подумайте, погрузитесь, а что бы я хотела. Очень важно, как женщина разговаривает. Если у нее грубый голос, который переполнен нецензурными словами, грубым матом, сленгом, то женщина тоже не выглядит женственно, и она не наполнена. Очень важно это послушание. Но не такое слепое, знаете, робкое послушание, а мягкость. Соответственно, когда женщина готова слушаться, вот я, допустим, достаточно уверена в себе, но мне хочется подчиниться сильному мужчине. И почувствовать, что вот мне надо, можно ни о чем не задумываться. Вот он все решит, и это все будет правильно. И на самом деле это вот в этом есть какой-то такой кайф, когда ты можешь расслабиться, ничего не думать, и все решится, все правильно. И как бы оно ни решилось, это все правильно. И вот это вот желание подчиниться, послушаться, чтобы сильный рядом мужчина за тебя много чего сделал, а я в принятии пользуюсь этим и наслаждаюсь, вот это очень важное состояние для женщины принимать и доверять. Чистота во всем, чистота в теле, чистота в одежде, чистота в доме, это наполняет. И напитывать обязательно, напитывать себя любовью, то есть относиться к себе с заботой, с трепетом. Ну вот последний, тут чуть-чуть осталось. Рукоделие, возиться с цветами, ласка по отношению к себе, поглазить себя по голове, если мыть себя в душе, то прямо каждый кусочек тела промывать, и можно прямо хвалить, какие у меня ручки красивые, как у меня животик красивый. Это все делать с любовью к себе. А побыть наедине с собой. Для меня, например, это очень важно. Если я нахожусь длительное время на людях, на людях, вот на юге так часто, на отдыхе, постоянно компанией там с кем-то, и мне хочется уже побыть одной, я иногда могу слинять там на вечерок, на два даже, и типа вот я пока сегодня там книжку почитаю или кино одна посмотрю. Какие мы эти игрушки, мягкости для себя, это тоже вот, если есть такая потребность. Сходить в театр, на балет. Если вдруг такая складывается ситуация, что сейчас цветы либо дарить некому, либо мужчина не дарит, то подарить себе цветы самой. Я иногда тоже так делаю. Если вот сейчас как бы никто не дарит, но очень хочется, могу себе сделать такой подарок. Конечно, этим злоупотреблять не надо, но в качестве такого маленького праздника все равно уже цветы поднимают настроение. Клуб молодых мам, то есть как бы клуб мам по интересам. Можно поддерживать друг друга, обмениваться, секретами делиться. Поделиться, посидеть с чужим ребенком, то есть кому-то помочь. Это опять такие серии кому-то помочь. Накормить нуждающихся, кормить птиц-животных. Это идет из женской природы, из глубины женской природы, потому что женщина, это забота в первую очередь. И когда мы кого-то кормим, для нас это наполнение. Когда мы это делаем с любовью, искренне, это нас наполняет. Чувство собственного достоинства обязательно. Ну и вот последние такие уже моменты, последние-то. Вот это я про себя говорила. Выпить кофе, погулять по лесу, покататься на самокате, велосипеде, обнять подушку, полежать на траве, погладить кота, порисовать, покататься на машине. Это вот я уже так добавляла то, что как бы мне бы хотелось от себя добавить. Позагорать на солнышке, помечтать, выпрямить осанку, улыбнуться и с чувством собственного достоинства пройти на каблуках, в платье, при макияже, с духами и чувствовать себя шикарной, волшебной женщиной. Я вам очень хотела показать, что ресурсы на самом деле есть. И даже если вы чувствуете себя бессиленной, и даже если вы чувствуете, что вроде какая-то безнадега, и все плохо, и тяжело, на самом деле это не так. Это не так. Мы можем обращаться за помощью. Не надо все делать, тащить на себе. Мы обращаемся за помощью. Мы избавляемся от своего негатива. Мы чистим свою душу. Мы доставляем себе какие-то маленькие радости, удовольствия и тем самым наполняемся и воспринимаем каждый день как подарок от мира, от Бога, от Вселенной. Потому что самое ценное в этом – это наша жизнь. И если мы не ценим свою жизнь и себя, то кто тогда будет это ценить? Поэтому мы самое лучшее, что есть у нас в этом мире, в этой жизни. И я очень хочу, чтобы вы действительно каждый день получали удовольствие, радовали себя, своих близких, свое окружение и были счастливы.